МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ладик, как тебе не стыдно? Ушел на час, вернулся вечером!" Ну, не дуйся. Ну, смотри, целое ведро на лавину. В следующий выходной обещаю, займусь забором. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я пошел. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А я на выходных так хорошо отдохнул душой на рыбалке. Ведро рыб наловил. Жена довольна. Принес ведро вот такой рыбы, представляешь? И куда ее? Кошкову? А ты чего? А ты ничего. Съездили на дачу, чайку попили. А забора как не было, так и нет. Добрый день. Вы один будете или еще кто-то подойдет? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Принимайте работу. А еще, говорят, со временем роботы заменят всех, кроме сантехники. Да ладно? Ну, серьезно. Ну, вы сами посудите, знаете, Степанова. Вот какой робот разберется, где искать прокладку, которая не провалась, но уже течь дала? Тут глаз алмаз нужен. Ой, ну пол зачем вытираешь? То есть как это, зачем? Сам намочил, сам протру. Ну, какой же ты, Влад, хороший. Да ладно. Ох, держи. Спасибо. А вот это лишнее. Мало. Нет. С пенсионеров не беру. Мне зарплаты во, хватает. Полина, сколько раз я тебе говорила, во-первых, Миня должна знать на зубок, а во-вторых, спину держи. Там еле шептала, наклонилась, чтобы услышать. А ты учишь читать по губам. Я за 15 лет в ресторане, по-моему, уже глухонемых научилась понимать. Ну, Анька, иди заказ прими. Есть новость. Что случилось? Управляющая уволилась. Знаешь, кого назначили? Кого? М? М? Тебя? Да ладно. Правда? Поздравляю. Владу позвони. Все-таки сонул день. Да, Света. Влад, привет. Сегодня праздник у девчат. А что случилось? Хорошие новости. Покупай шампанское и фрукты, вечером отметим. Ну, хорошо, куплю. Но ты мне расскажешь, что случилось с тебе? Меня назначили управляющей рестораном, представляешь? Да ты что? Ладно, вечером все расскажу. Хорошо, ты и дочке позвони, пускай за мать порыдуются. Ладно, целую, пока. Пока. Негодяй, а? Ну-ка, стой. Пошли. Отпустите. Отпустите его. То есть как-то отпустить? Вот так. Он с утра здесь крутится. Может, он голодный. И дома у него все плохо. Мы же не знаем. Как звать? Саша. Саша, вот считай, что грушу тебе подарили. Оборовать нехорошо, понял? Понял. Держите. Это за пацаном. Да нет, вы что, не надо. Да еще так много. Нормально, держите. Ну, как скажете. А может, вы что-нибудь возьмете? Да. Виноград без косточек есть у вас? Да, конечно. Хотите, я вам помогу. Хочу. Настя на классной руководительнице звонила. И? У нее юбилей. Она собирается в нашем ресторане отмечать. Ну, я пообещала ей скидочку. Настя! Так что пятерка по химии, ей гарантированно. О, колбаса. А сама она не может, да? О, я сейчас. Свея. Угу. Держи, это зарплата. Ой, ну руки мокрые положи. Угу. Я себе там оставила три с половиной тысячи. Ну, карманы расходуют. А что так много? У меня машина-то за спасение ездит. А ты пешком. Ладно. Теперь я у вас начальница. Так что можем себе позволить. Открывай. О, кстати, мам. Может, вы мне платите поездку за границу? Машка с Инкой едут в языковой тур. Настя, ну это, наверное, дорого. Ух ты! Понятно. Мы все еще нищие. Что за слова-то такие, нищие? Настя! Интересно, про нищих это она сама придумала? Или кто-то сказал? Не обращай внимания. Ну, начальница, за тебя. И все-таки почему нищие? Да ладно, Света хватит. Мать официантка, отец сантехник. Почему сразу нищие? Привет! Привет! Слушай, Янка увольняется, надо замену искать. Чего это она? Муж бизнес открыл, хочет, чтобы жена дома сидела. Он же водителем на заводе работал. А теперь у него свой автопарк. Ты что, не знала? Нет. Янка несколько лет назад уговорила его купить бэушный грузовичок. Пошло, поехало, заказы, заказы, заказы. И теперь свой автопарк. Ого! Хотела спросить у тебя, а кто вместо тебя старшей официанткой будет, решили? Забыла тебе сказать. Утром пришел приказ. И? Поздравляю! Ой! Я так рада! Спасибо! Пошел. Привет, Влад. Привет. Слушай, я тут подумала и решила. Ты должен открыть свой собственный бизнес. И никакая муха меня не укусила. А нормально вот так по телефону ультиматуму укатывать, а? Ну, я же для нас стараюсь. Для нашей семьи. Чтоб мы жили лучше. Чтоб у Насте образование хорошее было. А деньги? Деньги это другой уровень. Другая работа. Я так всю зарплату тебе даю. Вот именно. Ну, сколько можно жить на одну зарплату? Я уже стала начальницей. Теперь дело за тобой. На даче сами работать не будем. Людей наймем. И сиди на своей рыбалке с утра до вечера. Я бы тебе лучше туфли купил. Но заначки на три пары хватит. Так, заначку не трогай. Это на забор. Еще дом красивый построим. С камином. И площадку сделаем для барбекю. А барбекю – это типа мангала, который у меня в багажнике. Да? Типа того. Света, вот раньше тебя муж сантехнику устраивал. Все хорошо. И в небо. Иди ко мне. Получается, Настя была права. Мы нищие. И ничего у нас нет. Ни денег, ни целей, ни амбиций. Ну, не моя. Вот такой у тебя муж. Нищий и бесстальный. Прости, барыня, что замашку ваших не оправдал. Прекрати обижаться. Все, о чем я тебя прошу, это открытие ПЭЭ. Индивидуальное предпринимательство. Угу. Давай спать. Ладно. Живи как хочешь. Ладно. Открой я твоей ПЭЭ. Вот ты молодец. Наташа, что случилось? Ногу, что ли, подвернула? Да нет, туфли новые надела. Натерли. Так ты старые надень. Чего мучиться? У меня свидание вечером. Хотела разносить. Все б тебе по свиданиям бегать. На, держи. Спасибо. Не всем ведет, как тебе. Чтобы муж на всю жизнь. С головой, с руками. А теперь еще и бизнесмен. Твой сантехник бизнесмен? Куда мир катится? Это Влад. Он в налоговой ПЭЭ оформляет. Привет, дорогой. Ну, как дела? Свет, тут в налоговой народу полно. Я боюсь, сегодня не успею. Да и с работы меня на час отпустили. Так увольняйся и оформляй. Да ну как увольняться-то? А зачем тебе теперь твой ЖЭК? Ну да, действительно. А давай завтра уже, ладно? Пока. Ну, как тебе? Красивый? Держи. Я еще две рубашки купила. Два галстука. Туфли. И главное, портфель. Полный комплект. Деньги с заначки взял? ПО ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Портфель мне зачем? Влад, ну ты теперь бизнесмен. Бизнесмен. Заниматься-то чем буду? Господи, ты чем хочешь? Хоть ремонтом своим, только в частном порядке. Влад, тебя весь район знает. К тебе очередь выстроится. Думаешь? Примерь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как тебе, идиот! Нет, ну правда, нормально, сел. Завтра в налоговую, в новом костюме пойдешь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? Алло, Влад, ты в налоговой? Ну почти. В смысле? Ну я уже заскочил заявление написать. Они попросили на срочный вызов смотаться. Вот еду. Я ж еще не уволен. Ну хорошо, только потом сразу в налоговую. Она сегодня до четырех работает. Да, да. Потом сразу за новой жизнью. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Это вы сантехнику вздавали? Почему унитаз на улице? Да, грузчики отказались поднимать, там лифт не работает. Так, плачу полторы тысячи, если вы доставите и установите унитаз. Щедро. А по телефону почему сказали, что заказ срочный? Нет, ну а вы считаете, что не срочный, что ли, а? Я что, тут так и должна с унитазом на улице стоять? Ну, прикольный сантехник. В костюме, солидно. А давайте познакомимся. Что? Познакомимся. Слушайте, здесь нет. Спасибо, я женат. Ага. Что-то у меня со спиной. Так, один этаж остался. Ух! Всё. Мне кажется, я спину взорвал. Так, остался один пролёт. Давайте я вам помогу. Я с одной стороны, а вы с другой. Слушай, иди уже, а! Квартиру. Хочи, пожалуйста. Хорошо. Сейчас я быстренько открою. Так. Так, вперёд, мой герой. Вот. Проходите сюда. Ага. Так, как вы? Вы такой сильный мужчина. Что, спина? Да. Вот. Вот. Я массажистка. Сейчас сниму любые боли. Ясно? А вы мне бесплатно установите унитаз. Договорились? Ну, баш-набаш так сказать. Ладно? Ладно, ладно. Ладно? Ага. А вы мне на улице говорили про последний раз. А вы что, увольняетесь? Ну, просто жена не хочет мужа, сантехника хочет мужа-бизнесмена. Вот и уговаривает ИП открыть. ИП, конечно, больше денег. Ой, настолько нервов, столько всяких проблем. Да. Да. Ох. Постоянно. Эти заказы ищешь. Этих клиентов. Клиент сейчас такой злой пошел. Да? Так. Ага. Вот здесь вот сейчас. Понимаете, да? Ох. Хорошо. Ох. Сейчас хорошо отойдет. Ох. Вот. Фух. Все. Все. Ох. 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 Ну, а теперь унитаз. Может, мне выйти? Нет-нет. Вроде хорошо стоит. Какой же вы все-таки надежный мужчина. Может быть, я вас обедом накормлю? Посиди, поговори. Нет, спасибо. Я тороплюсь очень. Ох. Подождите. А этот откуда? Боже мой. Так, снимайте. Давайте я быстренько зашью. Слушайте, я и так из-за вас всюду опоздал. У нее там стоит. Все в порядке? Да. До свидания. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Приходите еще. Спасибо, Томочка. Оп! Вот, возьмите. Спасибо. Хорошего дня. День добрый. Добрый день. А я вас узнала. Вы такой нарядный. У вас праздник какой-то? Ну, у меня каждый день праздник. Жизнь прекрасна, чего унывать. Люблю таких жизнерадостных покупателей. Виноград понравился? Конечно. И сливы были очень вкусные. И можно еще персиков и яблок. Они у вас такие сочные. Конечно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Скушай витаминку, а? Я не хочу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Свет, ну не бузи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Влад, или ты завтра открываешь ИП, или... Слушай, ну чего у тебя такая тыпа сдалась, а? Ну, скажи мне. Ну, не мое это. Бизнес это... Вон, для молодых. А я-то... Ну, к тому же, неловко мне с людьми про деньги разговаривать. Неловко? Неловко. Влад, сидеть на одном месте и думать о рыбалке, это прекрасно. Но жизнь проходит. Я в последнее время так остро это чувствую. Жизнь как песок. Бежит быстрее, чем я успеваю что-либо сделать. Надо торопиться, понимаешь? Иначе потом будет поздно. Влад, я понимаю, что начинать всегда тяжело. Но ты попробуй. Ты привыкнешь, и все будет хорошо. Я тебя очень прошу. Сходи завтра в налоговую и открой ИП. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Влад! У? А я твой пиджак почистила и зашила. Спасибо тебе огромное. А чего так рано вскочил? Проводить тебя хотела. Слушай, а может, вместе в налоговую пойдем? Свет, ну давай сразу за ручку, а? Как в детском саду. Ну, хорошо, иди один. Хорошо, сейчас приеду, посмотрим, что там с трубами. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Да ты... Тать, Тать, это ж я. Влад, а чего ты тут голый-то стоишь? Сложно объяснить. Ну и какого вешего ты в подъезде переодеваться начинал? Соседку да и кота напугал. На работу шел. Мы же договорились. Утром в налоговую. Слушай, я думал быстро смотаться на вызов, а потом уже пойду твоё и пооткрывать. Моё? Да почему моё-то? Ты сам должен понимать, как это важно для нас всех. Ты сам должен хотеть. Ради семьи. Слушай, Света, правда, достало меня это всё, а? Должен, не должен. Устраивает меня всё. Ну правда. Меня всё в нашей жизни устраивает. Слушай, мы не голодаем. И костюмы вот эти вот, они правда не нужны. Ну скажи мне, где ты видела сантехника в гаустуках и с портфелем в руках? Ну где? Ты не понимаешь. Да это ты не понимаешь. Свет, я тебя очень прошу угомонить, а? Ну что ты всё давишь, давишь, давишь? Вожусь с тобой, как с ребёнком. Тащу в лучшую жизнь. А тебя, между прочим, никто не просит. Ах да. Да. Знаешь что? Что? Ну тогда и сиди до старости в своём ЖЭКе. И буду. И буду, потому что меня всё устраивает. А тебе случайно ничего не мешает? Корона за потолок не задевает? Тоже мне нашлась владычица морская. Разонравилось ей всё, как начальницей стала. А не нравится, если что-то, найди другого. Да, Варь? Иду уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Двой. Давайте помогу. Хозяин точки решил сэкономить. Раньше утром и вечером грузчик помогал. Теперь я всё должна делать. Небось, и за ту же зарплату, да? Ну, а как иначе? Спасибо вам огромное. Вы такой добрый. А хотите, я вам яблочек оставить? Бесплатно. За такую-то ерунду? Не, не надо ничего. Кстати, меня Влад зовут. Тамара. Красивое имя. В той башне, высокой и тесной, царица Тамара жила. Прекрасно, как ангел небесный. И? Забыл. Это школьная программа. Лермонтов. У меня дочка учила, я запомнил. Я это сюда поставлю. Не против? А хотите, я вечером подъеду, помогу всё убрать? Да нет, не надо. Я сама справлюсь. А ваша жена не против, что вы девушкам на улице помогаете? Ну, я же не всем помогаю. Только вам, Тамара. У меня тоже парень есть. Он служит. Ну, это ж здорово. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Хозяева! Работу принимайте! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер. Устали? Ужасно. Ноги гудят. Ну, ещё бы целый день на ногах. Да. Обычно перерыв на обед делаю, а тут народу столько было. Всё раскупили. Ну, это неудивительно. Мне кажется, в такой продаж это сигнал народу надо. Ну, да ладно, скажете тоже. Какой такой-то? Улыбчивый. Ой. Хотите, я вам виноград соберу? Он у меня остался. Хочу. А я вас тогда с ветерком до дома довезу. О! Я на строителей живу. Комнаты снимаю. А родом откуда? Ключевая балка. Это километров 150 отсюда. Я знал, что у нас в области такая деревня есть. А вот. СМЕХ И вот здесь уже можно остановиться. Угу. Ну, вот. Больше года уже Кенка Мэй служит. А я к нему мотаюсь раз в месяц. Здорово. А верная вы девушка? Честно, большая редкость. Завтра снова его увижу. Полночи в поезде и три дня наши. Очень его любите. Ну, мы со школы уже встречаемся. Я первая в него влюбилась. Он меня не замечал. Он был старше меня. Но я отбила у всех девчонок в деревне. Соскучилась по нему. Повезло вашему Генке. Вы добрый. Значит, и вам, женой, повезло. Я заметила, все добрые и счастливые. Ну, ладно. Я пойду. Спасибо еще раз. Привет, Свет. Слушай, я тебе винограду купил, который тебе понравился. А что у вас так шумно-то? Мы с Настей в ресторане. У ее классной руководительницы юбилей. А, ясно. За вами заехать? Ой, я не знаю, когда тут все закончится. Да мы сами такси вызовем. Ну, хорошо. Веселитесь там. Давай. Света. Все довольны. Я рада. Знаешь, как я старалась. Знаю. Как, Влад? Как бизнес? Лучше не спрашивай. Мыло мочал, начинай сначала. Ему ничего не нужно, а мне нужно больше всех. Все будет нормально. Пойдем к гостям. Пойдем. О, Светлана, мы вас ждали. Влад. Влад. Ой. Привет. Я думал, ты мне снижешься такая красивая. Как юбилей. Прекрасно. Кучу фоток, потом покажу. Угу. Давай, плац. Подожди. Подожди. Влад, ты только, пожалуйста, не излись и не кричи сразу. Я сегодня в офисе новостроек была. Там такой объем работ. Там не один, там двадцати сантехников мало. Можно срочно регистрировать свой бизнес и бежать к застройщикам и предлагать услуги. Ты опять начинаешь, Света. Я думал, ты... Влад. Влад, ну ты чего? Я же... ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Да, мам. Сейчас я приеду, ты только воду перекруй, как я тебе говорил. Давай. Влад, я расту, а ты тонешь в болоте. И если ты не очнешься, то очень скоро мы станем совершенно чужими людьми. Хорошо. Сынок, спасибо, что кран починил. Да, не можете. Ты с нами поешь или дома? С вами. Мам, не против, если у тебя переначу? Ну, конечно. Со Светкой поругался? Да нет, все нормально. Просто поздно уже. А... Света не против. СМС я ей отправил. А. Ну, хорошо. Садись за стол. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Света? Ты когда домой вернешься? Слушай, я сегодня опять у матери останусь. Надо кое с чем помочь еще. Ясно. Ну, раз так, оставайся у мамы. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Добрый день. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ой, добрый. Что-то случилось у вас? Да нет-нет, все в порядке. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А я очень рад вас видеть. У вас же три дня не было. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да вот. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вы берете? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Не-не, берите. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Взвесите, пожалуйста. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Пойдемте, да. Семьдесят. Возьмите. Спасибо. Точно все хорошо? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, просто устала. Ясно. А я здесь каждый день проезжал. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну да, по пути же. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Девушка, вас можно? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СЕКУНДОЧКУ. Угу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Может, вы вечером приедете? С ящиками поможете? А я вам яблок, винограды отложу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК До вечера? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да вот так, врала. Полтора года уже. Да из-за своей глупой башки. А я ему в суде обещала, что ждать его буду. А вот в тюрьме шаш не завел. То есть как это? Да, с одной из нашей деревни. Его бабка свела их, сводница старая. Вроде она его невеста. Бумажку ему оформила. Тамар, вы не расстраивайтесь? Да вы не понимаете. Я же сумками ему возила все, что он мне диктовал по телефону. А тут приезжаю в этот раз, а эта курица прямо на меня выруливает и тоже сумками. А я уверен, что все будет хорошо у вас. Ну, правда. Ну, посмотрите на себя в зеркало. Красавица. Встретите еще своего мужчину. Принца на белом коне, который для вас горы свернет. Спасибо. Вы как-то так сказали, и мне легче стало. Знаете, Влад, а я вас вспоминала. А я вас. Ладно, я пойду. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Мам, можно к тебе? Ты чего не спишь? Заснуть не могу. Что-то случилось? В школе неприятности? Нет. Ну, а что тогда? Мам, а вы с папой разводитесь? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ну, конечно, нет. Просто поругаюсь немножко. Папа пообижается, пообижается. А потом вернется. Куда он без нас? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Слушай, я тут подумала. Ну, если ты не хочешь открывать этот собственный бизнес, да и бог с ним, в конце концов, зачем я на тебя давлю? Я тебя очень прошу, хватит жить у мамы, возвращайся домой. Ладно. Настя переживает. Сегодня даже спать ко мне пришла, представляешь? Прости. Слушай, ну ты действительно так сильно обиделся. Влад, я тебя очень прошу, хватит. Давай помиримся. Ну, ты же видишь, я первая пришла. А тебя никто не просил, Свет. Ну, прекрати. Я же тебе говорю, что Настя очень переживает. Неужели тебе этого мало? Так, все. Хватит обижаться. Отвези меня на работу, а вечером возвращайся домой. Ладно? Свет, давай я сам картошку вечером куплю. Да ты опять не то выберешь. Девушка, мне килограмм картошки, пожалуйста. Да, конечно. Помельчик положите. Угу. Девушка, ну я же попросила помельч. Простите. Сколько с меня? 80 рублей. Угу. Держите. Угу. Картошку возьми. Ты чего застыл? Картошку возьми. Да. Спасибо. Господи, столько лет из-за прилавок. Лучше б учиться пошла. Так, стояк я перекрыл. Теперь главное. Ремонтировать тут больше нечего. К сожалению, надо все менять. Ой, Витюш. Может, Димочке позвоним? Перехватить денег на кран? Угу. Он сам вчера звонил. Денег просил. И у Маши нет. Она на операцию готовится. И у меня, как назло, ничего с собой нет. Так. Знаете что? У меня тут жена неподалеку работает. Я сейчас к ней быстро за деньгами съезжу. Я мигом. Какая разница, какие даты стоят? Вы что, не чувствуете? Вонь страшная. И мы грузили Светлана Владимировна. Что дали, то и привезли. Везите свою тухлятину обратно. Второй раз у вас этот номер не пройдет. Что вы на нас орете? Нам сказали. И все. В настоящее время вызываемый абонент недоступен или находится вне зоны действия. И что? Господи, везите куда хотите. Мне все равно. Тогда сами звоните на часть. Вы что, глухой? Я вам сказала, я вашу тухлую рыбу не приму. На секундочку, Света. Ну что? Что случилось? Слушай, ты можешь мне денег дать? Очень надо. Денег? Каких денег? Ты с ума сошел? Ты знаешь, что у меня происходит? Какие деньги? Зачем? Ну что ты кричишься? Я не кричу. Слушай, у меня пенсионеры на районе. Какие пенсионеры? Эй! Эй! Арыба! Свет, слушай, они порядочные люди. Они вернут. Ах ты благодетель наш. Не всех пенсионеров района еще одарил. Успокойся, Свет. Нет, ну честное слово. Ты с утра до вечера помогаешь чужим людям. А как же я? Как же мы? Как наша семья? Мы живем на помойке. Дочь учится непонятно где. На даче, кроме забора, ничего нет. Но тебя все устраивает. Главное, чтобы все пенсионеры района были довольны. Перестань. Ну что перестань? Ну давай я дам тебе денег. У нас же их много. Мы же с тобой миллионеры. Выговорились? Люди к собакам лучше относятся, чем ты ко мне, Свет. Пока. Ну и куда ты пошел? Снова к маме, да? Ну и пожалуйста. Думаешь, ты мне нужен такой? Свет, ты что, как с цепи сорвалась? Ой, Наташа, надоел. Не могу, честное слово, не могу больше. Свет! Ну вообще странно, что Влад уже неделю живет у матери. И что, дом совсем не появляется? Совсем. Характер показывает. А ты не думала, может, у него кто-то есть? У кого? У моего Влада? Да ты с ума сошла? Конечно, нет. Ну, тебе видней. А у нас сегодня годовщина. Я ему пирог его любимый испекла с курицей. Он точно сегодня придет, я знаю. Завтра на работу захвати кусочек. Если останется. Ну что, разве они права? Права, но... Никаких «но». Влад вернется. Куда он без нас, Настя? Привет. Ну вот здесь я и живу. Получается, одна комната? Да. И сумасшедший сосед. Тебе не нравится? Нравится. Уютно у тебя. Спасибо. А ты одна в семье? Была одна. Маму уже как три года нет в живых. Папу я совсем не знала. Извини. Да нет ничего. Слушай, уже поздно. Я пойду, пошел. Нет, оставайся. Просто мне так хорошо... Ты прекрасный! Парам-парам! Гори-гори моя! Звезда, звезда любви... Ты что ж умеешь? А ты что, выпил, что ли? Да ты что, с ума сошла? Я же не пью. А где ты так долго был? По делам ходил? По работе? Ну, не совсем. Значит так, вот пока ты не меня живешь, не смейшь ляться по ночам, ты понял? Ясно. Стоять! А вообще я не понимаю, где может шляться по ночам взрослый, женатый мужчина? Ты что, бабу себя завел? А если Света узнает? Ну, само я сказал, взрослый. Разберусь. Не смей разваливать семью. У тебя дочка растет. Маман, идите спать, а я поем котлет. Негодяи. Маман, идите спать. Ух ты, доброе утро. Ты чего здесь делаешь? Доброе. Слушай, я всю ночь не спал, а нас с тобой думал. И чего она думала? Ну, разговор серьезный. Слушай, у меня просто сейчас товар еще привезут. Может, вечером? Я по-простому, ладно? Угу. Я тебя люблю. Очень. Влад, ты мне тоже очень сильно нравишься. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Чужие мы стали друг другу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Влад симпатичный, умный, заботливый мужчина. Ну, не умеет зарабатывать. Ну, в общем, Света, я поняла насчет сантехника. Поступай как хочешь. Пока. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Алло, Влад? Ну, если уж ты решила разводиться, то и вещи свои забери, ладно? У меня твои трусы и рубашки ни к чему. Ты вечером будешь дома? Буду. Но можешь попозже приехать, ничего страшного. Хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой, а вы свободны? Конечно. Садитесь, уважаемая. А сумки поможете? Любой каприз. За ваши деньги. Спасибо большое. У тебя же-то какая. Если что, могу до квартиры проводить. Меня муж встретит. Понял. Не дурак. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо большое. Быстро довезли. Пожалуйста. Старался. Так, ну что, где хозяин? Кому что-нибудь тяжелое отдавать? А вот как раз звонит. Влад, привет. Ты где? Слушай, я сегодня не смогу зайти. У меня дела срочные. Ладно, пошутили и хватит. Прекрати. Подожди, ты серьезно? Ты вообще сегодня не придешь? А завтра? Я не обещаю, Света. Ладно, пока. Так, муж объелся груш? Да. Ушел. Подает на развод. Идемте, я все-таки сумки подниму. Да прекратите, не надо. Давайте, давайте, давайте. Такая красивая женщина не должна тяжести таскать. Идемте. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Еще в 15 лет я мечтал научиться играть на гитаре. Ну, чтоб перед девчонками поупендриваться. Хм. Вообще это круто, когда парень умеет на гитаре играть. Ну да. А мама тогда меня не понимала и не давала мне денег, чтоб гитару купить. А я все ходил, клянчил. Мам, ну купи, купи, пожалуйста. Потом взял стихи и написал о том, как мечтаю научиться играть на гитаре. И что она? Расплакалась. И дала мне денег. А эти деньги она собирала, чтоб Зое, сестре моей младшей, платье купить. А я узнал про это, ну, что Зойка без платья останется. Гитару покупать не станет. Влад, ты такой хороший. ПЛАЧЕТ ПЛАЧЕТ Подожди. Прости. Но все-таки ты женат. Что это? Это цена свободы. Госпошли на разводе. Считай, что больше не женат. Как? Подожди. ПЛАЧЕТ Почему? Потому что тебя встретил. Замерзла? Ага. Давай погрей. Я домой хочу. Позволите проводить? ПЛАЧЕТ Приглашаю тебя на чай. Наверное, ты тоже замерз. ПЛАЧЕТ 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 Ого, какая квартирка красивая. Светлая. Ремонт хороший. Сразу видно. Хозяйка со вкусом живет. Я рада, что вам нравится. Спасибо за помощь с сумками. Да не за что. Всегда рад помочь такой красивой женщине. Имя которой я до сих пор не знаю. И как тебя зовут? Светлана Владимировна. А меня просто Гриша. Гриша, вас на работе не потеряли? Да нет, я сам себе начальник. Ну, намек я понял. Светочка, ты если вдруг что-то там отвезти, привезти нужно, ты сразу смело звони, хорошо? Для начала могу завтра с работы забрать. Гриша, чтобы вы понимали, я замужем. Мы просто поругались. И заберет с работы меня муж. Ну, я все-таки оставлю на всякий случай. Вдруг пригодится. Все, пока-пока. До свидания. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мам, мне все. Настя, ты куда? Настя! Настя! Ну что? Ты пыль протерла? Да, протерла. Да? А тумбочки, а шкаф? Бери тряпку и протирай. А потом в твоей комнате пойдем убираться. Зачем? Не надо в моей комнате. Почему? Не твое дело. У тебя что, секреты какие-то? Мам, отстань! Настя, ты почему со мной так разговариваешь? Настя! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет, Свет. Привет, Влад. Ты помнишь, что ты сегодня Настю из бассейна забираешь? Заберем. И проследи, пожалуйста, чтобы она после бассейна голову просушила. А то вечно с мокрыми волосами ходит. Хорошо. Ну как у тебя дела? Нормально. Нормально? Маме привет передавай. Передам. Пока. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА До свидания. До свидания. Привет. Привет. Мама права была. Волосы почему не сушишь? Воспаление хочешь заработать? Ничего я не хочу. Пап. Что происходит, а? Да вроде нормально все. Хочешь, я с мамой помогу помириться? Настя, мы сами. Тогда вернись домой. Сегодня. Вернешься? Ну-ка сядь поговорим. Говори так. Настю. Я очень тебя люблю. Очень. И буду любить тебя всю жизнь. Ну а между мной и мамой... Ты от нас ушел, да? Да не от вас. Да, мы с мамой расстались, да. Но несмотря ни на что, я остаюсь твоим отцом. Тогда иди и помирись с ней. Не можешь, да? Настя. Настя! 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 Не убегай. Ты уже взрослая должна понимать, что люди иногда перестают любить друг друга. Ты разлюбил маму? Так получилось. А как же я? А ничего не поменялось. Я жизнь готов за тебя отдать. Пап, ну если ты меня любишь, пожалуйста, поедем домой. Пожалуйста. Не могу. А как тогда? Кто со мной пазлы будет собирать? Кто будет мои задачки по алгебре решать? Папа. Пожалуйста. Настенка, прости меня, моя хорошая. Знай только одну. Что я тебе никогда, слышь меня, никогда не брошу. Я всегда буду рядом. Что бы ни случилось. М? Ну, скоро нос. Поехали. Мам, привет. Привет. А где папа? Мам, во-первых, больше не надо меня встречать. Я буду ездить сама. Почему? Или я брошу бассейн. Ну хорошо, а где отец? Он уехал. А ты ему сказала, чтобы он поднялся? Я же просила. Он сказал... В другой раз. Ну ладно, хорошо. Ты иди съешь что-нибудь, а мне надо позвонить. Не звони ему. Иди. Алла, Влад? Да, Свет. Ты почему не поднялся? Всю неделю дома не появляешься. Ты что, боишься поговорить? Ну хорошо, если ты собрался разводиться, ты мне можешь хотя бы объяснить, почему? Я не собрался, Свет, я уже подал на развод. Тебе должна прийти повестка в суд, так что проверяй почтовый ящик. Повестка? Мам, ну что? Все нормально, детка. Ой, а у нас сгущенка есть. Пойдем я тебе блинчиков нажарю. Наташа, ну я понимаю, напугать хотела. Но на развод подавать зачем? По-настоящему на развод. Свет, поверь моей интуиции, у него точно кто-то есть. Да нет, не может. Саш, ты аккуратнее уродишься, ешкин ты весь товар попросишь! Саш, что? Я тебя предупреждала, еще одна пьянка уволим. Так все, ты здесь больше не работаешь, понял? Ну здрасте, а товар кто будет таскать, я что ли? У меня спина больная. Надя, угомонись, он уволен, все. Ага, где мы за такую зарплату трезвенника найдем? Кто таскать будет, вы что ли? Да, я. Перестань, он тяжелый, спину надорвешь. Надорву. Тупрямая. Подожди. Так, чего стоим? Давайте ящики таскайте. Хорошо, кладцы белые. Быстрее занесетим, быстрее работу начнем. Давай-давай-давай, быстрей. Ага. Взяли. Витлана Владимировна, вы меня простите. Сразу не поняла, вот правильно вы этого алкаша уволили. Вот он уже где. Сюда ставь. А морковку туда. Давай поживи, мужики. Светлана Владимировна? Господи, напугали. Что ж ты красавица-то не позвонила? Я? Обещала. А я так ждал, надеялся и верил. Ничего я вам такого не обещала, Григорий. Вы меня с кем-то перепутали. Да? Значит, неверно. Понял. Как на личном фронте? С мужем не помирились? Вам какое дело? Может, поддержка моя нужна? Я готов плечо поставить. Только скажи, чем помочь. Григорий, отстаньте от меня, пожалуйста. Я так устала. Ну вот и хорошо. Вон мой конь железный. Идем, дам что-то дома. Ну, я так понимаю, вы не отстанете. Хорошо, поехали. А я могу вот так отвозить, привозить каждый день бесплатно. Не надо каждый день. Только сегодня, ладно? Ну, как скажешь. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Настя! Что? Настя! Ну почему кеды такие грязные? Ты что, так и ходишь? Мама, хватит. Что значит хватит? Ты же девочка. Что люди о тебе подумают? Да плевать, что про меня подумают. Тебе не нравится, ты и почисти. Папа мне всегда чистил. Папа, папа. Оказывается, папа у нас такой незаменимый был. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Привет, Света, звонила? Что-то нужно? Да, нужно. Завтра суббота, помнишь? Ну, конечно, помню. Забрать Настю из бассейна. Хорошо? Только, пожалуйста, поднимись домой. Зек с третьего этажа из тюрьмы вернулся. Не хочу, чтобы она одна по лестницам шлялась. Ладно. Спасибо. И что это было? А то и было. Пора заканчивать бардак в нашей жизни и дома. Будем возвращать папу домой. А получится? Конечно, получится. Мы же с тобой постараемся, правда. Кеды помой. А это-то зачем? Ты про туфли что-нибудь? Угу. Ну, ты у меня кто? Королева, правильно? А у королевы должны быть хрустальные туфельки. Влад, ты у меня самый лучший. Мне так с тобой повезло. Знаешь? А я поняла, что люблю тебя. Только сейчас, что ли, поняла? Угу. Я тоже с тобой изменился. Угу. Я снова начал писать стихи. Прочтешь? Прям сейчас? Угу. Давай завтра. Привет. Привет. Угу. Мама дома. Привет. Привет. Ну что, до следующей субботы, как обычно? Ну да. Настя, вещи разбери и повесь сушить. Угу. Как дела? Нормально. А мы тут обедать собрались. Я борщ приготовила. Проходи. Ты знаешь, я побегу. Работы много. Все, бежишь. А раньше по выходным отдыхал. Ну, так получается. Значит, не скучно тебе живется без нас? Значит так. Ладно. Убегу. Настя, пока! Давай. Ты купальник повесила? Небось, опять сполоснуть забыла. Мам, ну хватит. Извини. Глад вернется, как только поймет, что нужен тебе. Просто хочет проверить твои чувства. Да ерунда. 15 лет не хотел, а тут вдруг захотел. А это как пружина. Ты давила-давила, и вот терпение лопнуло. Знаешь что? Между прочим, у меня тоже есть терпение. И оно не безграничное. Да ну его. Перебесится, сам вернется. Опасная стратегия. Он на развод подал. Может, с концами уйти. Ну что же мне делать? Ты неправильно его возвращаешь. Нужно показать, какая ты без него слабая. Что весь дом держится на владе. Что ты с дочкой шагу без него ступить не можешь. Вот как эта история с Настей в бассейне. Ну прекрасно. Надо что-то в этом же духе. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пойдем? Пойдем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мам, мы дома. Млад! Млад! Она затопила. Ёшкино-трешки. Настя! Да? Неси мой синий чемодан с инструментами. Сейчас. Ты иди сюда. Иди, не бойся. Держи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так. Да. Вот, что-нибудь еще? Да. Ключ разводной доставай. Ага. Отпускай. Отпускай, отпускай. Пап, держи. Ага, спасибо. Держи. Ух! Ну, как там? Сейчас, сейчас сделаю. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ты у меня такой красивый. Что? Красавчик ты у меня, вот что. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вроде все. Если что-то сломается, звони. Сколько я тебе должна? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не дури, Свет. Влад, ну хватит уже, а? Возвращайся домой. Я соскучилась, я устала. Ну если тебя чем-то обидело, ну извини меня, пожалуйста. Хватит уже, правда. Давай начнемся сначала. Возвращайся. Не могу. Ну что я делаю не так? Ты мне скажи, я изменюсь. Я буду такой, как ты захочешь. Только возвращайся. Вот так больше не делай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я каждое утро просыпаюсь и думаю, что все это дурной сон. Я же все сделала, ну что ему еще нужно? Я уже ненавидеть его начинаю, честное слово. Так унижаюсь. Ну, тогда есть еще один способ. Он, конечно, рискованный, но очень действенный. Заставь Владу ревновать. И ромашки в твоих глазах, как барашки летним днем. Мое отражение в твоих слезах, нам с тобой все нипочем. Вот такие стихи писал мой муж. Нравится? Ну что, неплохо. СМЕХ Серьезно? Вы правда так думаете? Конечно, я всегда говорю, что думаю. А потом и стихи закончились. Лодка любви разбилась об это. А тебе, значит, стихи нравятся, да, Светлана Владимировна? А я вот... вот... не могу вот так вот написать. Я вообще мысли выражаю с трудом. Я заметил. Да? Но зато у вас масса других достоинств, ведь правда? Точно. Я вот, мужик ответственный, вот сказал, сделал. Без работы сидеть, как другие мужики на пятой точке, вот не умею. Григорий, а знаете что? Приходите ко мне в субботу в гости, часа в три. Чаю попьем. С удовольствием. Ну и прекрасно. Время – это важный фактор. Говорят, оно как трактор. Типа пусть часы идут, и забудешь, как зовут. А любовь – другая штука, ведь врывается без стука. И, в общем, все равно, сколько дней, недель прошло. Так бывает – заселилась, перестроила. Глаза теперь больше цвета, красок. Как же я люблю тебя. Мне очень понравилось. Спасибо. Владик. Мамы дома. Привет. Настя. А у нас гость. Привет, Владик. Гриш, выйди, пожалуйста. Познакомишься с Настей. О, да у нас-то целая делегация. Здравствуйте. Гриша. Влад. Очень приятно. А вы, Настя, очень наслышан о вас. Зато мне никто ничего не сказал почему-то. Пойду повешу купальник. Умница, дочка. Ну, я, пожалуй, тоже пойду. Подожди, ты куда? Давай чайку попьем. Познакомились бы. Да. Я тороплюсь. Все хорошо. Мне кажется, он огорчился. Вроде да. Гриша, извините, пожалуйста, но у меня что-то голова дико разболелась. Давайте в следующий раз чайку попьем. Светлана Владимировна, я от такого выгодного заказа отказался. Думал, мы тут с вами... Гриша, ну, не обижайтесь. Давайте в следующий раз, ладно? Ладно. Слушай, я не запасной аэродром. И не мальчик, уходи-приходи. Не по-людски как-то это. Не надо со мной так. Пока. Да. Слушай, забыл тебя спросить. А ты можешь следующие выходные Настю после тренировки забрать? А то мы с Гришей собрались кое-куда. Да, конечно. Свет, а ты знаешь, я рад за тебя. Ну, что ты не одна. Этот Гриша вроде нормальный. Правда? А мне показалось, что ты ревнуешь. Нет. Ты что? Я искренне рад. А за субботу не волнуйся. Ладно. Спасибо, пока. Елена Антоновна, ну как вы тут? Голова кругом идет. Зойка опять родила. Да вы что? Да завтра едем в роддом. Выписывают ее вместе с ребеночком. Правда? А Влад мне ничего не говорил. Ну как он тут живется? Хоть высыпается в таком шуме? Я не могу делать вид перед тобой, что все хорошо. Есть у него кто-то. Вечером он приходит с работы, меняет рубашку и идет к ней. Я не знаю, что его не устраивало в вашей жизни. Прекрасная жена, дочка умница. Свет, я целиком на твоей стороне. Ты всегда останешься мне родным человеком, но я не знаю, что будет дальше. А ничего не будет. Разведемся через четыре дня, как он и хотел. До свидания, Елена Антоновна. Да, Настя. Алло, мам, а можно я сегодня у Тани останусь переночевать? Пожалуйста, пожалуйста. Мы готовимся к тестированию, а завтра выходной. Мам, ну пожалуйста. Да нет, попроси. Тетя Свята, здравствуйте. Здравствуй, Танечка. А можно Настя у меня останется? У меня родители на дачу уехали, мы фильм хотели посмотреть. Хорошо, оставайтесь. Только без глупости, ладно? Сама собой, мам, спасибо. Алло, Гриша? Привет, это Светлана. Помните? А вы не хотите ко мне в гости приехать? Да хоть сейчас. Посидим, пообщаемся. За тебя. Нет, Григорий, вы не понимаете. Я отдала ему 15 лет. 15. И ради чего? Ради того, чтобы он так со мной поступил? Давай уж на ты, а? Нет, ну я понимаю, если бы я сама его выгнала. Ну вот так только что жили вместе, все было хорошо. Хотели одного, думали об одном. И вдруг раз, и все. У него другая, а я одна. Да не одна, вот он я. Нормальный мужик. И все у меня в порядке. Григорий, кофе хотите? Да. Сколько вам ложек? Три. Светочка, очень ты мне подходишь. И выглядишь приятно, и квартирка у тебя есть. А то, что этот дурачок ушел, да и хрен бы с ним. Теперь я все возьму в свои руки, хозяйственные. Слушай, я с работы отпросился до утра, свободен, а? Григорий, извините, но, по-моему, вы меня не так поняли. Знаете что, мне кажется, на сегодня наш вечер закончен. Вам пора. Опять? Григорий, а вы можете собираться побыстрее? Я действительно очень устала. Светуль, может, ты передумаешь, а? Григорий, вы замечательный человек. Но сейчас мне правда не до вас. До свидания. До свидания. Что делать? Вы что делаете? Да вы что делаете? Да я нормально, мужик. Отпустите меня. Ну что ж? Помогите! Помогите! Пошел вон отсюда, быстро. Иначе полицию вызову, понял? Пошел вон! Дура! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Ты уверен, что поступаешь правильно? Да. Пожалей Светочку, а дочке подумай. Мам, обсуждали сто раз. Дурачина ты. Светка была тебе поддержкой, опорой. Она на тебе всю семью тащила, а та другая сможет. Вот именно, что она другая. Знаешь, как она на меня смотрит? Вот так. Мне же в город свернуть хочется. Да что в городе свернуть? А просто жить, кормить, обывать, одевать. Ты мечтаешь сейчас. А через месяц она бросит тебя, когда деньги закончатся. Мам, я с Тамарой совершенно другим человеком стал. Вы еще все удивились. СМЕЕТСЯ Тамара! Имя-то какое! Прекрасное! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет. Там очередь. Перед нами четыре пары. Вообще-то я не хотела приходить. Влад, я не хочу разводиться. Все, что у меня в жизни есть, связано с тобой. Влад, я тебя очень прошу, подумай. Не бросай меня, пожалуйста. Если я сделала что-то не так, я изменюсь. Я стану другой, я стану такой, как ты захочешь. Только пожалуйста. Слушай, ну давай не мучить друг друга, а? Давай просто разведемся и все. А чего ты так торопишься? Из-за нее, да? Хочешь побыстрее жениться? Ну и кто она? Чем она лучше меня? Моложе? Ненавижу тебя. Давай разводиться. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА У меня ТОС. Тихо, тихо, спокойно. Я же не самоубийца, в самом деле. СМЕХ 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 Смотрю на Влада. А он совершенно чужой человек. И глаза такие холодные и пустые. Цвет. Ну перестань. Ну ты красивая, молодая, здоровая. Встречешь еще хорошего мужика, родишь от него ребеночка. Ура! 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 Девчонки, за вас правда. А самое главное, он подготовился, представляешь? Он с собой соглашение о разделе имущества принес. Да ты что? И что там? Ну, слава богу, квартиру и дачу он нам с Настей оставил. А себе машину забрал. Молодец. Не, ну правда, молодец. И я думала, на квартиру претендовать будет. Ребята, ну правда, не стесняйтесь. Закажите что-нибудь. Ну, на самом деле, все закончилось, а? Свет, почему мы грустим? Ну, правда. Давай сделаем селфи. Давай свой телефон. И выставим в соцсети. Пусть твой Влад видит, как мы с тобой веселимся и радуемся. Давай, смотри, у нас листы красивые виды. Давай, кажется, что... Только надо улыбаться. Да, говорите. Алло, подожди. КРИК КРИК Мужчина, вы что, с ума сошли? Что? Смотрите, куда идете. Ай, простите тоже, извините. Ну, что тут такого-то? Ну, вы хотите, я вам компенсирую? Сколько тебе надо? Нисколько мне не надо. Внимательней будьте. Что так хамите-то? Я спокойно пытаюсь разобраться. Я хамлю, это вы орете. Что? Я не ору, это вы сейчас орете. Я пытаюсь разобраться. Я прошу вас, пожалуйста, никто ни на кого не в обиде. Простите, вы за каким столиком сидите? Вот за всем сидели столиком. Прекрасно, это лучший столик в нашем ресторане. Меня Наташа зовут? Очень приятно. Я старший менеджер, часто вижу вас у нас. Ну да, это мой любимый ресторан. Когда-то был. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это... телефон! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я такое хотела! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо! Да не за что. Ну, у меня для тебя тоже есть сюрприз. Так. Я не знаю, будешь ли ты ему рад. У нас будет малыш. Ты сейчас не шутишь? Нет. Это что, правда? Томка. Как я счастлив-то, Томка. Я, серьезно? Ну да! Фу! Слушай, я даже... Ну, я по-другому себе это представлял, конечно. Ну, прости, что так. Тамара... Ты выйдешь за меня? Да. Да. СМЕХ Дамочка, я тебя люблю. А я тебя. Тихо! Тихо! Быстро! Тихо! 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 Мам! Зой! Разрешите представить вам мою Тамару. Очень приятно. Елена Антоновна, мама. Это Зоя, моя дочь. Очень приятно. Зоя, сделай что-нибудь с детьми, пожалуйста. Господи, извините. Тихо! 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 Ну, огощайтесь, мои дорогие. Мы старались, готовили. Спасибо. Как вы решили? Где жить будете? Ну, пока будем снимать. Никаких денег не хватит. Ты что, у тебя квартира, у тебя дача. Совместное имущество надо делить поровну. Что-то продать, что-то разменять. Мам, я решил оставить все Свете и Насте. Ясно? Это даже не обговаривается. А мы с Тамарой свое добро нуждаем, да? Будет у нас квартира. Тебе налей что-нибудь? Налей! Я Владу говорю, ты какие шиши собираешься копить со своей зарплаты-то? А он улыбается, говорит, а я с работы ушел. Открыл ИП, у меня теперь свой бизнес. Что он открыл? ИП открыл. Он с работы ушел, ты представляешь? Это все Тамара. Молоденькая такая. Характер. А этот ходит как блаженный, улыбается. У него совсем крыша поехала. В общем, все это очень тяжело. Ты-то как? Нормально. Привыкаю. Работы стало больше, дома появляюсь реже. Я не знаю, что тебе сказать. Не переживай. А я не переживаю. Справлюсь как-нибудь. В конце концов, молодая, руки-ноги есть. Еще найду себе кого-нибудь. Обязательно найдешь. Дай бог. Ну, я пойду засиделась. Мне надо до 12 сентября к свадьбе подготовиться. Ну, он сын попросил, я не могла отказать. Я сама-то не пойду. А в магазинах сейчас и фруктов, и овощей полно, и цены невысокие. Я тебя хотела повидать. Пойдемте, я вас провожу. Так, нужно еще доделать плейлист. Какой лист? Ну, плейлист, музыка, песни для диджея. Ну, диджей-то нам зачем? Ну, как ты что? Песни, танцы, бокал. Ну, что? Будем танцевать, будет весело. Это правда нужно. Так, еще нужно обязательно бокалы свадебные. А декора, мне кажется, достаточно. Тамара, не волнуйся, все будет лучше в виде, ну. И еще, знаешь, я хочу ночью сделать фейерверк. Пссс! Что? Ну, фейерверк ночью. Пссс! Будет здорово. Ну да. Пссс! СМЕХ 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 Считайте, с сегодняшнего числа плюс две недели. Получается, с 12 сентября и до... А что, сегодня уже 12-е? С утра вроде было. Хорошо, ставлю сегодняшнюю дату. Оформление берем то, которое я предлагала? Да, неплохо. Не вопрос. Так. Ну, вроде все. Проверяйте. Я на минуточку. Алло, Настя? Алло, мам, привет. Чего хотела? Узнать, как у тебя дела. Все хорошо. Я сижу дома, смотрю фильм на интересном моменте. Не отвлекай. Не ври мне, пожалуйста. Ты где сейчас? Мам, я у ЗАГСа. У ЗАГСа? Не могу сейчас говорить. Извините, пожалуйста, мне нужно срочно отъехать. Сейчас к вам подойдет моя помощница. Да, хорошо. Поздравляем! Настя! Настя, ты что придумала? Ну-ка, быстро отдай мне краску. Я отдам. Настя, Настя, послушай меня. Я тебя прекрасно понимаю. Но папа сделал свой выбор, и мы должны его принять, понимаешь? СМЕХ Господи, я же ее знаю. Это ж продавщица с картошкой. Мам. Я хочу домой. Пойдем. Пойдем, детка. В ресторан! В ресторан! А я тебе чаю принесла. Я не буду. Детка, ну ты целый день ничего не ела. Я говорю, не буду. А чем ты сейчас собираешься заниматься? Не твое дело. Настя, ну зачем ты мне хамишь? Она у меня папу увела. Ты могла что-нибудь сделать? Это все из-за тебя. Ты вечно была всем недовольна. Это неправда. Это он от тебя ушел, а не от меня. Меня папа любит. Ну хорошо. Если тебе так легче, пусть так. Папа хороший, я плохая. Ненавижу вас! Только о себе и думаете! ВЫСТРЕЛ 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 Моя первая машина. Не могу поверить. Алексей, а на меня скидки и подарки распространяются? Ну, конечно. Могу предложить вам свою личную скидочку. 7%. 7%? Алексей, это несерьезно. Давайте 15%. Влад? Здравствуйте. Вы с того быть, Арсен? Да, показываю, что у вас сейчас. Ну, смотрите. Аппарат хороший, надежный. Не битая, не крашеная. Пробег родной. Отдаю с комплектом зимней резины. Давайте 15% и разойдемся довольны друг другу. Послушайте, у меня легкая рука. Я когда что-нибудь в магазине покупаю, за мной целая очередь выстраивается. Соглашайтесь. Светлана, 15% ваш. Ура! Ты в облине пишешь, что только уместен. Скинешь 50 тысяч? 50? Я на 5 максимум рассчитываю, поэтому такая цена маленькая. Вот я тебе и предлагаю. Деньги прямо сейчас наличкой даю. Всю сумму. Не, 50 это слишком. Извини. У меня жена беременна. Плюс еще на квартиру копьем. Я тебе хорошую цену даю. Звони, если передумаешь. Арсен? Ладно, 50 так 50. Договорились. А вы сфотографируете меня на путь моей красотки? С удовольствием. Держите. Светлана, вы же знаете традицию? Первую машину нужно обязательно обмыть. Само собой. А я вхожу в комплект автомобиля. Может быть, я приглашу вас сегодня куда-нибудь? Алексей, вы серьезно? Абсолютно. Послушайте, ну если вы были хоть чуть-чуть постарше, тогда бы я за вами хоть куда. А так... Ой, у меня есть еще одна проблема. Я еще не успела сдать на права. Алексей, можно моя красотка постоять немножко у вас в салоне? Ну, конечно, можно. За отдельную плату. Ну, за отдельную, так за отдельную. Так яблоко захотелось. Не выдержала и на улице начала есть. Тамара, ты отсюда деньги не брала? Я взяла, да. Я коляску в интернете заказала. А что, ты против? Да нет. Я хотел уже в конце месяца первый взнос за квартиру заплатить. Ну, без коляски тоже нельзя. И без квартиры нам никак. Но коляска сейчас важнее. Девочки, моя первая машина. Ну, правда, красотка? Здорово, такую же хочу. Надо обмыть, чтобы ездила без поломок. Рада за тебя. Ладно, девочки, идите работайте, скоро ланч. А потом все обсудим. Ну, как твой-то? Звонил? Молчит сам, на мои звонки не отвечает. Забудьте, не переживай. Легко сказать. Ты-то, Влад, забыла? Я не могу. Извините, можно? Садитесь скорее. Левая рука на 10 часов, правая на 2 часа. Спасибо большое. А я ее как нехорошо поставить на сайте. На работе содержали. Я понимаю, побывает. Далее. Поворачиваем налево. Руки держим прямо. Не перекрещиваем. А вы новенький? Мне кажется, я вас раньше здесь не видела. Скорее старенький. Я так-то владею автошколой. Серьезно? И что же владелец автошколы делает в классе? Правила дорожного движения вспоминаете? Смешно. И перейти выше. Отбираю себе студенток как инструктор. У никакой неисправности разрешается эксплуатация транспортного средства. Когда не работают топливные баки, можно? Можно. Нельзя. Нельзя. Молодец. Верно. Хочу обратить ваше внимание, девушка, что это был провокационный вопрос. Нет, вы не шутите. Вы правда в своей школе работаете инструктором? Собственный бизнес скучать не дает. Мне здесь и инструктор, и охранник, и уборщик, если хотите. Слушайте, а мы с вами нигде не виделись? Нет, правда? Да вроде нет. Извините. Алло, Олефина Николаевна, здравствуйте. Это вас Влад Читов беспокоит, сантехника. Я как раз к вам направляюсь. А почему? А сын уже все сделал. Ну здорово. Только, знаете, сын гарантию не дает. А я, если что, бесплатно могу отремонтировать. Вы знаете, я как раз возле вашего подъезда могу заскочить, посмотреть работу сына. Я вас понял. И вам все хорошо. Урок окончен. Приглашаю всех к стендам ознакомиться со списками. Напротив своей фамилии вы увидите контакты инструкторов, к которым вы прикреплены. Погодите, а не хотите, я буду вашим инструктором? Вы? Да. А знаете, я не против. Но только предупреждаю заранее, вам придется со мной сильно помочиться. А я трудностей не боюсь. Кушай, кушай. Похудел. Ты что, не ешь, что ли, ничего? Экономлю. Ну ладно, тогда язвы доэкономишься. Зато на первый нос практически накопил. Слушай, мам, ты мне прости, что спрошу. Деньги, можешь помочь? Сейчас я ей чайку поставлю. Мам. А что я могу? Слышал, Зойка с третьим разводится. Ну и опять все на мне. И дети ее, и она сама. А много надо-то? Да не особо. Ну просто срочно. Поэтому застройщика акции заканчивается. Самый минимальный первый взнос. Деньги пришел просить. Нет у нас. У тебя была своя квартира, дача. Все, главное, Светке оставил. А мы теперь тебе должны на новую квартиру собирать. Да я особо не рассчитываю. А что пришел ты? Домой пришел, Зой. Зоя, прекрати. А ты не обижайся, Владик. Слушайте, вы что? Вы брат и сестра, вы же родные люди. Вы что, как кошка с собакой? Все, хватит. Слушай, я там на черный день кое-что собрала себе. Ну и от тебя отдам все. Мам. Да ладно, слушай, я не понимаю. Ведь раньше как было со Светкой. Ты все нормально. А сейчас ты только о деньгах говоришь. Ужем круги под глазами. Мужа, ты похудел, одежда болтается. Зато я счастлив. У меня сын скоро будет. Вы же мне как мама. Соскучилась по вам, тетя Нин. Как у вас дела? Да нормально. Что у нас в поселке может быть? Сосед вон напился. Топор схватил и за женой. Правда? Вот дурной. А у тебя-то как дела? Все супер. Пока комнату снимаем. Но решили купить квартиру. Влад вернется и первый взнос будем носить. Ой, все-таки, мне кажется, Влад староват для тебя. Ты что? Знаешь, что он мне говорит? Когда любишь, на все готов. Все, что хочу, все сделает. Я для него королева. Тогда, наверное, и повезло тебе. Ой, тетя Нин, прости. Томара, я не понял. А что он с моими тарелками на кухне? Так, я что сказала? Еще раз грязные тарелки в раковине увижу, выброшу. Было такое? Не успел помыть, что сразу выбрасывать? В следующий раз эта тарелка в окно полетит. Я вчера себе такую же йогурт купил. Ну, ел упало, это и был мой. Томара, ты опять вороешь в моих продукт? Да вы большая, молодец. Скоро на площадку пора выходить. Давайте вторую. Вот так, вторая придача. А я вспомнила, где вас видела. Так, и где мы с вами встречались? У меня в ресторане. Я управляющей там работаю. Я развод праздновала, а вы мой телефон раздавили. Чей развод? Ваш развод? Угу. Я вспомнил. Точно! Вы же еще за этот телефон на меня. Это я и да, это я помню. Слушайте, что, дорогой телефон? Был дорогой, пока вы его не раздавили. Ну, я как-то должен компенсировать это дело. Давайте вы не будете оплачивать занятия, окей? Да вы с ума сошли. Это 200 лет назад было. А кроме того, Наташка его сама уронила. А вы случайно наступили. Ну да. Если честно, я только одного не помню. Чем закончился тот прекрасный вечер? Я, честно говоря, сам не помню. Я помню, с друзьями встретились, так посидели. Тепло посидели. Ух, бывает же. А давайте, Света, с вами на ты. А давайте. Я не против. За дорогой следите. Точно. Извините. Слушай, а помнишь, когда мы мой развод отмечали, какой-то мужик мне на телефон наступил. Да, а что? Ну так вот, я у него в дошколе занимаюсь. Такой бабник, всем девчонкам улыбается, и глазки строят. Тебе тоже? Ну конечно, я же говорю всем. А ты что, с ним встречалась, что ли? Я? Ты что? Я на кухне. Да ладно. Так, что тут у нас? В настоящее время вызываемый абонент недоступен или находится вне зоны действия сети. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо большое. СМЕЕТСЯ О, как круто, у нас своя квартира! Ммммх! Ну, я нас поздравляю. Я очень счастлив. Да? Да. А давай сходим, квартиру посмотрим, а? Слушай, ну там бетон один. Ну я хочу. Ну и дождь собирается. Ну давай тогда в стройматериалы сходим. Обои, плитку присмотрим. Ладно, решай, куда. Дом смотреть. Пойдем. Тише, тише, тише. Вот сейчас хорошо. Ну куда ты гонишь-то? Тише, говорю! Поворачивай. Все! Стоп! Все. Извините. Дура, что ли? Угробить себя решила? Извините, пожалуйста, я нечаянно. Ты меня тоже извини. Сорвался. Просто испугался за тебя, в первую очередь. Ты же говорила, что со мной сложно будет. Ну да, говорила. Ладно, давай распакуемся. Заведемся и спокойно, только тихо поедем. Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, только не сегодня. Я устала, я больше не хочу, я боюсь, правда. Хорошо. Тогда предлагаю пойти и выпить почерки кофе. Идет? Идет. Алло, Маргарита Антоновна. Здравствуйте. Это Влад Чистов. Да, сантехника. Я по поводу крана в ванной звоню. Поменяли уже? Ясно. Только я гарантию могу дать. Ну, хорошо. Вы меня за наглость только простите. Я слышал, ваши родственники дачи купили. Я бы мог любым ремонтом заняться. Ванну поставить, плитку поменять. Ну, хорошо. До свидания. Приветствую, Владислав. Да, Толь, привет. А я слышу голос, не пойму, с улицы, что ли. Можно я на минуточку, да? Да, да, чего тебе? Да, поделиться хотел. Сегодня проснулся рано. Такой атмосферный рассвет. Как на полотнах импрессионистов. И он все ближе, ближе. И масштаб такой, Владислав, аж захлестнуло меня всего. И накатить захотелось, да, Толь? Ну, не без этого. Ты знаешь, ты вообще самый дельный человек, с которым я знаком. Сантехника, не пьешь. Да бывает. Примерно семьянин. Только он с женой промахнулся. Это в каком смысле? Ну, Тамара, она женщина очень непростая. Я-то ее уже года два знаю. Прости. Да. Да. Да, могу. Говорите адрес. Да, сейчас буду. Ты меня прости, дружище. На работу пора. Ага. А пить, Толя, знаешь, вредно. Особенно по ушам. И особенно под этих экспрессионистов твоих. Слушай, какое красивое место. Удивляюсь, что я здесь раньше не гулял. А я люблю здесь бывать. Раньше часто гуляла, а потом... Быть, семья. Закрутилась. Понимаю, понимаю. Ну, а потом развод. Время снова появилось. Да откуда? У меня работа, дочь. Почему наши женщины так боятся слова развод? Потому что это очень больно и обидно. Я, между прочим, тоже в разводе? Да? Да. Причем сама на меня подала. Видите ли, надоел ей. Я ей оставила квартиру и дачу, и даже гараж. Ну, себе машину и бизнес, естественно. Благородно. Угу. А потом через год звонок. Помоги молчам да как. Деньгами, конечно. Оказывается, через год все потратила. Это я к тому, какие мы с ней разные люди. Ну и что? Помог? Ты знаешь, была такая мысль, а потом... потом разум остановил. Я понял, что мы с ней не сойдемся снова. Да. В одну реку два раза не войдешь. Вот это точно. Она потом к маме переехала жить. А я себе и на квартиру заработал, и на две машины. И даже коттедж прикупил. Кстати, в таком дивном месте. Там такой лес. Могу, кстати, в гости пригласить. Андрей, давай не будем торопиться, ладно? МРАЧНАЯ МУЗЫКА Влад, а ты почему не на работе? Влад, ты проспал? Вставай. Время. Давай-давай! Бегом! Давай-давай-давай! Ты позавтракать успеешь? Нет. Боишь что-нибудь. Слушай, ну ты мне оставишь денежку? А то у меня ни яиц, ни молока, фрукты нужны. Сейчас посмотрю. Так. Держи. А это я себе на чай. Ты мой герой. А ты мое сердце. Ладно. Поваляюсь я еще. Давай. Побегай. Люблю. День добрый. Меня зовут Влад Чистов, я сантехник. Хотел предложить вам свои услуги. А вы знаете, я сам на себя работаю, поэтому могу предложить гибкую систему скидок. И... не заинтересованы. Всего доброго. А еще мы весь ресторан можем украсить шариками. И цифру 35 тоже сделать из шариков. Кстати, 35 это какая свадьба? Коралловая. Вы такая замечательная пара. Так приятно на вас смотреть. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Извините. Алло. Свет, привет. А выйдешь на минутку? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Извините. Я отойду на минутку. Наташ, подмени меня. Я очень быстро вернусь. Добрый день. Могу пока рассказать вам про наш десерт. Алло, ну ты где? Поднимайся. Вот. Направо. Направо? Еще правее. Ну хорошо, иду. Еще. Привет. Привет. Какие красивые. Слушай, мне так давно никто не дарил цветов. Я тебе обещаю, у тебя теперь будет много цветов. Ну а поцелуй? Я разве не заслужил? Хорошо. Ну ты беги, а вечером после работы я тебя жду здесь. А цветы? Ведь спрашивать будут. Ну скажи, это тебе подарил твой тайный поклонник. Ну все, беги. Беги. Привет, мам. Скажи, пожалуйста, а твои соседи, они не надумали кран менять? Ясно. Да-да, чего-то клиентов вообще нет. Не сезон видим. Не-не, я в ЖЭК точно не вернусь, там зарплата маленькая. Не знаю, найду какую-нибудь подработку. Мне ж семью кормить как-никак. Да хоть грузчиком пойду, что делать. Мам, прости, мне кто-то звонит. Давай. Да? Да, конечно, могу. Адрес говорите? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, скоро буду. Угу. Теть Нина, мне твоего сервиза на свадьбы хватило. Деньги дари на новоселье. Деньги! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Заткнись, задолбал уже! Еще звук? Я тебе мужьяк всю подкину. Сдохнешь, никто не заметит. А чего ты такая злая-то? Нормальная я. Алло. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тамара, а он прав, злая ты стала. Может, потому что со взрослым мужем живешь? Ты ж молодая еще. Знаешь, что люди говорят? Кто-то любит, а кто-то позволяет себе любить. Так, прокладки на некоторых коронах поменял, засору страдал. Гарантию год даю. А может, остальные проверьте, а? А то офис-то у вас большой. Да не надо. У нас бухгалтер жмот такой. Деньги дает только, когда уже все сломается. Ясно. Охранники еще нужны, а то объявление висит. А, я уточню. А можно сейчас? Хорошо. СМЕХ Какая большая у тебя квартира. Дамушки, жалуйся. Красивая. Спасибо большое. А тебе это вдвойне приятно слышать? Почему? Не знаю. Наверное, потому что ты очень красивая. Давай просто выпьем за тебя. ЗВОНОК 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 Ой, извини, пожалуйста. ЗВОНОК 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 Алло. Алло, мам, ты где? Дорогая, я на работе, у меня мероприятие. И сегодня поздно буду, ладно? Угу. Давай. Все, целую. Пока. Все хорошо? ЗВОНОК У матери наконец-то появился любовник, а это значит, что мы еще можем погулять. А как же твой отец, она его забыла? Наверное. И ты ее простила? Понимаешь, это для меня он отец, человек, который мне читал сказки на ночь. А для нее обычный мужчина, который не оправдал надежд. Может, в парк пойдем? Не, хочу в кино. На последний ряд. Для поцелуев. Давай. Вы тут оставайтесь, а мне на работу пора. В девять вечера? Ну да. В доме людей разные обстоятельства бывают. Влад, я не поняла, что за работа по ночам? У тебя кто-то есть? Другая женщина? Слушай, ну какая другая женщина? О чем ты? Говори правду. Или никуда не пойдешь. Я устроился охранником. Да. Ну, по моему профилю сейчас ничего нет, вот пришлось. Ты же предприниматель. У тебя свой бизнес. Ты что? А квартира, ипотека? Ну что, не переедем? Переедем, Том. Не переживай. Переедем. Тебе сейчас волноваться нельзя. Все хорошо будет. Не переживай. Не расстраивайся. Ладно. Побегу. Привет, тетя Нина. Привет. Тамара, не спишь? Говорить можешь. Твой-то дома? Да нет, одна я. Ну, он на совещании, он же бизнесмен. А, понятно. Слушай, Том, тут у нас новость. Генку-то твоего поудо выпустили. Правда? Так да, вон уже шастает по деревне. Вдруг позвонит. Что делать-то будешь? Я? Да мне-то что, я замужем. А вот и правильно. Это я просто так. А за него не волнуйся. Он себе девку-то найдет. Вон сколько у нас незамужних. Понятно. Ну ладно, давай. Андрюш, Андрюш, я пошла. Мне пора. Нет, 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 нет. Ну, мне правда... Я тебя не отпущу. Ну, как не отпустишь? Мне нужно идти. Меня дочка ждет. Я с тобой хочу засыпать. Хочу. Я с тобой с тобой завтра. Я тоже всего это хочу. Но у дочки сейчас такой сложный период. Знаешь, какого мне сложного периода? Отец совсем не принимает участия в воспитании. А я для нее вообще не авторитет. Зато ты для меня авторитет. Милый, мне надо идти, правда? Добрый день. Слушай. Что? А может, ты с ней поговоришь? Давай я тебя познакомлю. Мне кажется, ты такой хороший, тебя она точно послушает. А ты останешься? Минут на 20. Ну, если на 20 минут... Тогда идет. Подожди, а когда ты сможешь с ней познакомить? На воскресенье идет. Воскресенье? Угу. Прекрасно. Люблюсь. Да, мам, быстрее. Ты же сказала, я долго не буду. Я же сам. Привет, мам. Это кто? Это Петя Федоров из нашего класса. Добрый вечер, Светлана. Светлана Владимировна. Владимировна. Мы контрольный, типа это... Готовились, да? Я вижу, как вы контрольный, типа это. Значит так, Петя Федоров. Ну-ка, ну, блин, на выход. И чтобы я больше тебя не видела. А ты с ним больше встречаться не будешь, поняла? Петя, подожди. Ты куда собралась? Отпусти, мы с ним всего лишь целовались, подумаешь. Детка, тебе сколько лет всего лишь целовались. Ты еще маленькая. Ты об экзаменах должна думать, поняла? Мам, это мое дело. Это моя личная жизнь. Захочу, не буду сдавать экзамены. И вообще уйду из школы. Ты что такое говоришь? Куда ты уйдешь? Да ты вообще всех достала. Я под тебя тоже сбежала. Петя! Настя! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Рано. Я всю ночь не спала. Сериал смотрела. Найди себе что-нибудь поесть. Я когда мотоцикл собирал, вот он сколлекционировал, столько денег на них тратил. Вы бы видели лицо моей бывшей, когда я приезжал с очередным трофеем. Она бегала, кричала, бесилась. Это правда очень смешно было. И что в этом смешно? Ну ты маленькая еще, потом поймешь. Значит, вы бизнесмен, как мама и мечтала, да? Настя, а что ты сейчас коллекционируешь? Женщина. Ты жутко. Давайте выпьем за женщину. Мне надо позвонить. Я пойду, да? Надеюсь, не пейте? Мам, это мое личное дело. Мы же договорились, да? А она у тебя с характером. Ну что, поговоришь с ней? Рискну. Опять какого-то придурка притащила. СТУК В ДВЕРЬ Я тебе перезвоню. Мадмуразель, вам можно? Ну, видимо, да. Ну, привет. Ну, впрочем, не делись. Слушай, Настюш, твоя мама просила поговорить с тобой. Да? Удивительно. Она мне что, каждого знакомого будет поцелать? А давайте обойдемся без хамства. Я рассуждаю с тобой. Я понял. Давай так, после девяти мы по улицам не шляемся. А то что? Ничего. Давай не будем создавать у другого проблемы. Идет? Представляешь, пока они в комнате разговаривали, я вся и завелась. Я даже подслушивать собиралась. И тут они выходят, довольные, и говорят, все, мы договорились. Ты спросила, о чем они говорили? Ну, конечно, спросила. Андрей загадочно улыбается и молчит. Его Андрей зовут? Угу. Ну, а что, Настя? А Настю как будто подменили. Не дочь, а золото. Мама, я убралась. Мама, давай помогу. Мама, давай полы помою. Наташа, я в шоке. Что он мне не сказал? Ты откуда я знаю? Может, угрожал? Ну, ты с ума сошла? Она бы мне не рассказала. Что за принц там у тебя такой прекрасный? Вот и есть. Ты знаешь, что есть. Ну, скажи. Скажи. Наташа, ты чего? Наташ. Так вот, на кого он меня променял. Так это... Я не знала. Я клянусь, я не знала. Я даже подумать не могла. Полгода за мной бегал. По ресторану в один цветы дарил. Любил меня и его. Господи, ну я же его не отбивала. Он сам. Наташа, господи, ну откуда я могла знать, что ты с Андреем встречалась? Ты же нас не знакомила. Как ты в его школу попала? Да случайно. Через интернет по отзывам нашла. Я тебе не верю. Наташа. И что мне теперь делать? А теперь новости. Как только что стало известно, крупнейший застройщик города сообщил о собственном банкротстве. Влад. Влад, вставай. Влад, посмотри, строительство нашего дома остановлено. Компания разорилась. Нужно вернуть наши деньги. Посмотри. По мнению экспертов, дочки останутся и без квартир, и без собственных... Что мы будем делать? Движение можно оформить коллективно. Том, только не нервничай, ладно? Я что-нибудь придумаю. Света, ну правда, я честно, я не знал, что вы подруги. Я это понял, когда ты сказала. Ты должен был отправить меня к другому инструктору. Да ты что? Ты уж прости. Но тогда это уже был мой выбор. Получается, Наташа была права? И ты бросил ее из-за меня? Извини меня. Сердцу не прикажешь. Андрей, прекрати шутить. Ты что, не понимаешь, что она страдает? И я... Я чувствую себя... Так ты поэтому все время встречал меня за углом? Боялся, что она нас вместе увидит? Ну, типа того. Подожди, подожди. Это все в прошлом. В прошлом? Да. Андрей, ты сошел с ума? Я с ней работаю. Я ее вижу каждый день. Она моя подруга. Понимаешь? Света, угомонись, Света, прошу. Ну, угомонись. Прошу тебя. Андрей Викторович. Что? Вика, Катя, Настенька, идите, рулите. Рулите! Прости. Света, ну, что мы с тобой делаем-то, а? Ну, успокойся. Успокойся. Я же тебя люблю. Это ничего не меняет. Верно? Люблю тебя. Иди ко мне. Успокойся. Давай вместе успокоимся. Все. Вот так. Вот так. Я тебя люблю. Поехали ко мне. Поедем? У меня часик есть? Ну? У меня только через час занятия. Ну, поехали. Ну? Ну, все. Все, все, все. Верните деньги. Верните деньги. Верните деньги. КОНЕЦКАЯ МЕРМИЯ КОНЕЦКАЯ МЕРМИЯ Нужно вернуть наши деньги, я не хочу жить в этом клоповнике! Томочка, я все верну, не переживай. СМЕХ Что? Ой. Что, схватки, что ли? Ну-ка, садись. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Садись, сейчас. Сейчас вызову. О, Господи! Как больно! Давай, дыши глубже. Дыши глубже. Господи, как больно! Говорила мне чуть-чуть, Нина, зачем тебе старый муж? Господи! Самое главное, нервничай, дыши глубже. Слышишь меня? Да что я надеялась? Господи, почему так больно? Что ты смотришь? Звони! Да я звоню. Алло, скорая? У меня жена рожает. По заводской 11. Да, жду. Давай, как учили. Давай. Глупже. Тихо-тихо-тихо. Дышим, дышим. Молодец. Роня, ну потерпи. Я тебя лучше прошу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас-сейчас-сейчас. Все-сейчас-сейчас. Дыши-дыши-дыши. Тонка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Молодая пока в роддоме. Владик ко мне перебрался. С утра до ночи едет по заказам. Ночью сидит в охране. Ну а что толку-то денег-то? Нет. Да и Тамара чудит. То на звонки не отвечает, то звонит сама, истерику устраивает. Требует денег. А если нет, развод и алименты. Ну, в общем, Влад с ней забегался, на нем просто лица нет. Кошмар. Ну, Тамару тоже можно понять. После роддома с ребенком куда ей? На улице? Хорошо. Если им совсем негде жить, ну пусть приезжают ко мне. Елена Антоновна, вы извините, мне работать надо. Я пойду, ладно? Спасибо тебе, Святочка. Пока. Хорошо. Нет, ты слышала про квартиру? Влад молчит, а она прибежала. Да уж. Не, ну ты тоже хороша. Зачем бывшего женой к себе позвала? Ты с ума сошла? Он никогда не приедет. Он так не поступит. Я Влада знаю. Ну ты же прости меня за Андрея, ладно? Да ладно, говорить о нем не хочу. СТУК В ДВЕРЬ Настя, я дома. Ого! Мам, я в комнате на кухне убрала, уроки сделала, особо доела. Что случилось? Кто подменил мою девочку? А букеты откуда? А, это от Андрея. Правда? А он еще что-то сказал? Нет. Красивые цветы. Очень. Мама, ты его любишь? Настя, ну что за вопрос? Он мне нравится. А тебе? Ну, не знаю. Настя, Настя, это что такое? Коробка от телефона. У тебя что, новый телефон? Покажи. Ну, мам! Покажи, или я сама найду. Настя, ты откуда его взяла? У нас с Андреем был уговор. Я Ростовец с Петей, получаю хорошие оценки и убираю с дома. А он мне платит. Ну, ты даешь. Мам! 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 Мам, ну пожалуйста! Мам, ну все было честно! Мама! Мам, пожалуйста! С тобой я потом поговорю. Мам! Вот. Возвращаю тебе подарок. Это что? Я никому никаких телефонов не дарил. Да? Да. А моей дочери? Ты зачем ей денег дал? Ну, что здесь такого? Все имеет свою цену, правильно? Андрей, ты правда не понимаешь? Она же еще глупенькая девочка. Чем она дальше торговать начнет, если она уже сейчас своих друзей ради денег бросает? Я познакомила тебя с дочерью. Я думала, что ты поговоришь с ней как взрослый человек, по-отцовски. Ой, стоп, стоп, стоп! Хватит! Света, знаешь что? Ты просила решить проблему, я ее решил. Но про отцовство, взрослый человек, это не ко мне. Договорились? Но мне казалось... Подожди. А что тогда между нами? Любовь. Ну, в смысле, ты мне нравишься, я тебе тоже, наверное, нравлюсь. Это что, мало, что ли? Мне да. Ну, Света, просто я привык жить легко. Ну, зачем эти сложности? Ну, хочешь, будем встречаться, хочешь, не будем. Но я, кстати, сегодня свободен вечером. А знаешь что? Иди ты. Окей. Мариш, ты спрашивала, свободен ли я вечером? Да, я сегодня сва-бо-ден. С удовольствием увижусь. Пока. Ну, ты даешь. Я больше не буду у тебя заниматься. И на права сдам сама. Счастливо. Тамара, ну, можно я хотя бы его подержу, а? Ты решил с квартирой? Ну, конечно, решил. Снова начал копить. И у нас скоро будет своя новая квартира. И ты больше никогда не пожалеешь, что вышел из-за меня замуж. А сейчас мы куда поедем? Я в этот клоповник не вернусь. Ну и не надо. Поживем у мамы моей. Да, мам? Ты же не против? Ну, если мы у тебя поживем. Сыночек, такие вопросы на ходу не решаются. А Зоя? А дети? А теперь еще и ты? Я забыла, когда спала нормально без детского ора. Мам, ну чего ты начинаешь? Между прочим, Света предложила тебе и Тамаре пожить у себя. Так, стоп. Вот это не обсуждается. Всем ясно? МУХТАР ЛАЕТ Чего вам? Он голодный. Поехали. Мам. Это подарок от Рудома. А это вам. Спасибо большое. Вам спасибо. Всего доброго. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты что делаешь? Нечего мои вещи трогать. Я предупреждала. Это пеленки. Куда я их повешу? Куда хочешь. Только вещи моих детей не трогай. Поняла? Поняла. Алло. Тетя Нина, это капец. Я так влипла. Влад старый и нищий. Мы живем у его матери дома и каждый день ругаемся с его сестрой. Бедная ты моя девочка. Тетя Нина, почему я вас не послушала? Зачем я вышла за него замуж? Была бы сейчас своим Генкой. Я же вот так люблю. А что, Генка лучше, что ли? Он ни одной юбки не пропускает. Даже с замужней связался. Так ее муж Генку поймал и наподдавал ему хорошенько. С Генкой все в порядке? С него как с гуся вода. Ты бы о себе волновалась. Может, вы с мужем к нам переедете? Все-таки у нас в поселке работа есть. Как-нибудь вместе-то перебьемся? Ага. Да, да. Светлана Владимировна, пожалуйста. Спасибо. Светуль, я уйду пораньше? Да, конечно. Спасибо. Светуль, я уйду пораньше? Да, Алло. Алло, Андрей? Я сегодня свободна вечером. Может, встретимся? Увы, у меня уже сегодня встреча назначена. Так что не смогу. Прости. Ты с ним встречаешься? С кем? С Андреем. Что? Нет. А, ты по... Это у меня старый знакомый позвонил, пригласил на свидание. Я тебе не верю. Ты мне врешь. Это специально, да? Ничего, я не вообще чего-то пристала. Наташа, я так не могу. Я тебя уволю. Если вы с ним вместе, клянусь, я что-нибудь придумаю и выгоню тебя отсюда. Это ты мне говоришь? Да это я должна была уйти, когда узнала, что ты спишь с моим Андреем. А-а-а! Значит, он теперь твой. Только не думай, что он на тебе женится. А это не твое дело. А знаешь, что он мне сказал? Что ты ему нужна только для постели. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Наташ! Наташ, ну не обижайся. Да ладно, надоело мне, я увольняюсь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, прости. Я соврала, он ничего такого не говорил. Ну и что? Все равно видеть тебя не хочу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да прекрати. Мы ж тобой обе знаем, что он бабник. И главное, я идиотка это с самого начала знала. Но почему ты решила, что ради меня он изменится? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я так больше не могу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как будто в двойную петлю попала, и она затягивается. И выхода нет. Не надо так, у тебя дочь есть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Главное, я не понимаю, за что? Надо говорить не за что, а зачем. Вот именно. Зачем я разрушила семью? Ведь я любила Влада и до сих пор его люблю. Наташ, я идиотка. Ну, прости меня, пожалуйста. Не обижайся, ладно? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Явился наконец-то. Сам целыми днями где-то шляется, а мы тут должны разгребать. Началось. Что случилось? Он еще спрашивает. Хватит играть на наших нервах. Владик, мы не можем найти общий язык с твоей Тамарой. Какой еще язык? Тут просто нет места еще одной семье. А я не знаю, зачем он сюда эту ПТУ-шницу притащил? А чего ты разорвалась? Зая, Владик, не ругаться. Сыночка, у тебя есть своя квартира. Главное, еще где нашел-то такую? Не приготовит, не стирать не умеет, музыку в наушниках слушает. Слушай, ты можешь заткнуться. Не кричи на сестру. Да, она на эмоциях. Но она правду говорит. Ну, невозможно жить в одной квартире. Светлана предлагала же вам к ней переехать. Ты нас что, выгоняешь? Устала я, я не знаю. Зоя, ладно, пожалеете меня хоть кто-нибудь. Я, главное, говорю этой дури. Здесь моя веревка, здесь твоя. Нет, она мое сбрасывает и свое вешает. Достала я. Зоя, ну ты же сама мать. Должна же понимать. Или нашла, кто слабее, чтобы оторваться? Дура ты. Мама, ты слышала, как он заговорил? Это что это с ним? Да терпение кончилось. Ну, ты тоже, знаешь, не очень умная. Ну, ты же цепляешься к ней целый день. Ох. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. А это что? Приехали к вам. Ну, ты же сама предложила. Ненадолго, Света. Влад, ты мне поможешь? Влад! Прости. Да, Том, бегу! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спи, спи, малышка. Это мой бутильник. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Блин, я совсем не выспалась. Сюда стекло. Ой, ты представляешь, как я... Просто ты меня всю ночь лактем толкала. Мам, я понимаю, их трое, у нас двое. Ну почему у них большая комната, а у нас маленькая? Ну тут хозяева не они. Ну что делать, Зайка? Потерпи немножко. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тебе омлет или яичницу? Давай омлет. Ой, мам, лучше не надо, а то будет опять повод для скандала. Да, ты права, что я лезу в конце концов. Это же их картошка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я у вас. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Привет. Это что такое у тебя? Волосы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Доброе утро. С добрым утром. Влад, передай мне, пожалуйста, молоко. Только, пожалуйста, не перепутай. Нам чужого не надо. Света, перестань. Просила я, Тонку этого не делал, но, видимо, не поняла. Извините. Ты мне лучше скажи, как первый день в руле водителя? Прекрасно. Мне очень нравится. Жалко, что я раньше за руль не села. Ну, хорошо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что случилось? Да видишь, какой-то идиот машину припарковал. Выехать не могу. Да тут вроде все просто. Чуть назад и вперед. Просто? Тогда сам попробуй. Хорошо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ловко у тебя получилось. А я еле-еле экзамен не сдала. Вчера весь вечер по городу ездила к обхаменному полю. Мне три раза из окна орали, что я мартышка с гранатой. Хочешь подзаниматься с тобой? Ну, объясню, что да как. Нет, спасибо, не надо. Ты лучше это время потрать на то, чтобы заработать. Свет, ты извини, что за вас съехать не получилось. Ну, я сам понимаю, что все устали от тесноты и при первой возможности седем. Не страшно. Терпимо. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Настя, конечно, рада, что отец домой вернулся. Сидят по вечерам на кухне, шушукываются. Надеюсь, решают, в какой институт поступить. Конечно, она же папина дочка. Но у тебя с Андреем как? Никак. Он звонит, а я не отвечаю. А мне приятно, что он звонит, а я не отвечаю. Нет, нет, с ним все. Бабник, он и есть бабник. Если бы ты только видела, как Влад на эту свою Тамару смотрит. Слушай, за два месяца ты мне все уши про Влада прожужжала. Ревнуешь? Да нет, конечно. Мы давно чужие люди, мы просто обидно очень. Он ради нее даже ИП открыл. А меня из-за этого бросил. Ладно, пойдем работать. Пойдем. КРИК КРИК Тетя Нинь, Влад приходит с работы, берет ребенка и идет на кухню к ним. К своей бывшей и дочке. Так это же хорошо. Он тебе дает возможность отдохнуть. Угу. Они, небось, там сидят и меня обсуждают. Достали уже. Замечания мне говорят. Так ты скажи, что пускай защищает тебя, муж тебе или как? Говорила, он не хочет. Мы в гостях. Да потом, он же все время на работе. Это я одна в четырех стенах, как в тюрьме. И ребенок постоянно орет. Ни днем, ни ночью покоя у меня нет. Ой, сиротинушка ты моя. Слушай, я тут в магазин ходила, Генку твою встретила. Телефон просил. Зачем? Так и я тоже ему сказала, зачем. Не дала номер ему. Зря. Могла бы дать. Вдруг вопрос серьезный. Ой, какие у него вопросы-то к тебе? Ты теперь замужняя девка. Я ему только одно сказала, что у тебя муж бизнесмен, чтобы он понял, где теперь ты и где он. Это правильно. Ладно. Давай, пока. Я понял. Постараюсь. Домой зовут? Да, мать хочет, чтобы я пропылесосил до ее прихода. А мне хоть не возвращайся. Коммунальный ад. Все друг друга ненавидят. Если хочешь, идем ко мне. Но мать скоро с работы вернется. Нет, Витька. Знаешь, чего я по-настоящему хочу? Уехать и поступить в какой-нибудь колледж. А школа? А что школа? Девять классов закончу и хватит. Хочу жить в общаге одна, чтобы на мозги никто не капал. Достал. Ну что ты орешь? Ну что ты орешь от меня? Господи, ну что сделаешь, чтобы ты заткнулся? Господи, молчи. А-а-а! Криком ты ничего не добьешься. Успокойся. Сама знаю. Может он голодный? Я кормила два часа назад. Так он есть хочет, поэтому и плачет. А мне врач говорит, нужно кормить строго каждые три часа. А ты врачей поменьше слушай. Тебе что, смесь лень сделать? Хватит меня учить. Достали ваши уже советы. И нечего входить в мою комнату без стука. Это с каких пор комната твоей стала? Это моя квартира. Моя и моей дочери. Поняла? А ты тут только гость. Значит так. Во-первых, это квартира моего мужа тоже. А во-вторых, я молчала, терпела. Ну просто вы меня вывели уже. Влад будет разменивать квартиру. Он этого не сделает. Да. Уже варианты ищет. Понятно? Да. Алло, Влад. Нам надо поговорить. Нет, срочно. Прямо сейчас. Ты где? Привет. Ты поэтому такой добренький? С Тамарой поговорю, водить молчу. А сам размин готовишь? Ну что у вас там опять произошло? Ну Тамара через каждые пять минут звонит. Ты хоть понимаешь, что мы все можем остаться на улице? Ты знаешь, сколько стоит наша двушка? А на половину этих денег я только комнату в общаге купить могу. Свет, успокойся. Я ничего не собираюсь делать с квартирой. Поняла? А с Тамарой я поговорю. Очень на это надеюсь. Я жду. Я тебя очень прошу, ну не ругайтесь с ней. Ей же и так тяжело. Она с ребенком сидит не спит практически. А мягче что? Куда уж мягче-то? Слушай, я до конца месяца что-нибудь придумал. И мы обязательно съедем. Я тебя очень прошу. Чистов! Да? А ты почему не на месте? Простите, на минутку отошел. А тебя кто отпустил? Ну все, на пост уду. Пездельник. Тамара, успокой своего ребенка. Не могу кино смотреть. Ну замолчи ты, пожалуйста. Да, кто это? Томик, это я. Гена. Сейчас, минуточку. Ну, как дела? Чем занимаешься? Я? Да ничего. Занимаюсь воспитанием сына. Готовлю мужу вкусный ужин. Не отравила его еще? СМЕХАЕТСЯ Гена, прекрати. Да, времени скучать нет. Хлопаст только по дому. Живем сейчас у родных. Гвардиру сможем будем покупать. А ты как мой номер нашел? Ну, с трудом. Ты хорошо зашифровалась. Тебе в разведку нужен. Да ладно. Просто номер сменила. Ну, а новый знает одна тетка. Пришлось к ней одноклассницу твою подослать. Так, наконец, заполучил номерок-то. Ну и к чему столько стараний? Он так захотел голос твой услышать. Вот слышишь, что дальше? Просто счастлив. В поселке говорят, муж у тебя богатый. Да. Ради меня на все готов. Ладно, Генка, все. Меня сыночек зовет. Ну что ты плачешь? Вот твоя соска. Мам, да честное слово. Она говорила с каким-то парнем. Ну, с чего ты взяла? Сидела такая сю-сю-сю. С подругой кто так разговаривает? Тихо. Папа пришел. Всем привет. Привет, пап. Привет. Привет. Как дела у вас? Маманова. Привет. Держи. На магазин. Тихо. Маманова. Здравствуйте. Тома, ты отсюда деньги не брала? На квартиру же откладывали, помнишь? Помню. А что ты с этой квартирой решил? Ничего. Владик, я смотрела, сколько стоит двушки. Нам половины хватит и на взнос. И на мебель на первое время. Слушай, ну, во-первых, мне здесь не половина принадлежит, а в семье же третья. Ну, что, нам третий хватит. Мы свои добавим. Я тебе в последний раз говорю, это квартира Света и Насти, она с тобой она никак не касается, ясно? Нет, значит, им все, а нам ничего? А твоему сыну? Ну, что ты кричишь? Заработай, не переживай. Нет, они будут жить припеваючи, а я буду терпеть всю жизнь. Ты так никогда не заработаешь. Ты меня не любишь. Ну, почему не любишь? Любишь. Ну, давай в конце месяца снимем квартиру, и тебе станет легче. Легче продать эту. А-а-а! А-а-а! Не-не-не-не-не. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Свет, давай с тобой завтра с утра сходим, моим фацаном. Я хочу дарственную свою долю квартиры на Насти переписать. Ну, спасибо. Не ожидала, если честно. Странно, я думал, ты меня знаешь. Ладно, мне пора. Мне тоже. Счастливо. Ты дура, глаза протри. Извините, я нечаянно. Слепая, что ли, права купила? Да отъезжайте уже. Да выгинь ты свои права, и не сядь за руль больше. Да что ты орешь? Перед обучей извинились, что тебе еще надо? А тебе какое дело? Влад, я тебя прошу, не связывайся. А давай она сейчас отъедет, и я тебе объясню, какое мне дело, да? Да пошли вы оба. Ну, как-то нормально? Колотит что-то. Я за руль сегодня не сяду. Такси вызову, а машину завтра заберу. Ну, хорошо. Сейчас нормально припаркуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держи. Спасибо. Да нет за что. Аккуратно. Этот пальчик хочет спать. Этот пальчик лег в кровать. Этот пальчик прикорнул. А этот пальчик уш уснул. А последний пятый пальчик ловко прыгает, как зайчик. Ты эти стихи Насте читал, когда она маленькая была. Угу. Я тогда узнал, что у детей так лучше память развивается. В каждом магазине детские книжки покупал, помнишь? А чем так вкусно пахнет? А, сейчас. Пирожки сам сделал. Сам? Сам. Попробуешь? Нет, я после шести не ем. Ну, смотри. Хотя... Ладно. Ну как? Вкуснотища. Влад, вы не торопитесь езжать. Мы с Настей на море собрались, так что недели три нас точно не будет. И по поводу уроков вождения. Если все в силе, то я не против. Что в силе, Влад? Предлагаю твоему мужу подработку. Учить меня водить. За деньги. Ты против? Надеюсь, ты отказался? Пусть сама учится. Ну как? Это не досоленое, то ли чего. Невкусное сегодня. По-моему, хорошее. Мне все о тебе напоминает. Где встречались, где целовались. Ой, скажешь, что же. Честно, честно. Слушай, а помнишь, как вы с девчонками из клуба шли, а мы на кладбище спрятались? А-а-а. Чья это была дурацкая идея? Сашки, сосед твоего. Вы когда на дорогу выскочили, начали выть, я тебя сразу узнала. Ну, блин, так страшно было. А вдруг не ты? Узнала? Ты бежала, только пятки сверкали. Томик. Я скучаю. Приезжай. И что делать будем? Не знаю, найдем. Обещаю, со мной не соскучишься. Нет, Генька. Я к тебе уже ездила в тюрьму. Пока я эту твою не встретила. Кстати, как она поживает? Не знаю, давно не виделись. А вот на тебя бы я с радостью посмотрел. Томик, приезжай ко мне. Сын проснулся. Давай. Так, смелее. Руль влево. Еще. Молодец. Ориентируйся по зеркалам. Молодец. Ну, супер. Ты уже отличный чувствуешь габариты. Нейтралку не забываем. Нейтралку проявляем вот так. В правиле. И ручник. Да, и запомни, если какой-то осел будет сигналить на дороге, внимания не обращай. Есть хорошее правило. Уступи дорогу дуракам. Подняла. Спасибо. Не за что. Ну, все. Ты молодец. Урок окончен. В лесу. Что-то ты часто стал мне звонить, Генка. Ну, так скучаю же. Ой, сейчас обнять бы тебя да поцеловать. А то обнимать и целовать в деревне больше некого. Таких, как ты, нет. Но ты теперь чужая жена. Томик, слушай, помоги по старой памяти, а проблемки серьезные. Я к тебе не обращался сама, понимаешь, но очень надо. Я все до копейки верну. Много? Ну, для меня, да. Для тебя, наверное, смешные деньги. Ты же богатая. Томик, я тебя очень прошу, помоги. Я подумаю. Люблю тебя. Что? Влад сегодня меня водить учил. Я ему деньги предложила. Знаешь, мне его жалко. Он разрывается на двух работах. А он отказался. Молодец. Вот молодец, мужик. Он совсем другой стал. Неужели это она его так изменила? Да. Потому что она не боится быть слабой. А ты сильная. Тащила его, тащила. И сама все разрушила. Ну, ладно. Все. Это его жизнь. Это твоя жизнь. Да я все понимаю, Наташ. Но это так тяжело. Он все время у меня перед глазами. Тамар. Тамар. Я пошел. Ну, я же знаю, что не спеш. Может, все-таки разменяем квартиру? Том, точно нет. Я на Настю оформил дарственную. У нас с тобой все будет хорошо. Мы прорвемся. Хочется жить сейчас. Пока я молодая, а не потом. Ну, что ты кричишь-то? Ладно. Ладно, я пошел. Пока, малыш. Тебе, мать, кофе пить не разрешают? Ее дома нет. И вообще, это не твое дело. О-о-о! Отдыхать собрались? Когда? Когда, не знаю. Отдохнем от вас, наконец. Ой-ой-ой. Путинки-то поди, дорогие. Купили уже? Пока нет. Ты куда? В школу. Путинки-то поди, дорогой. Да не смотрела я на него. Смотрела! Да не смотрела! Я с чего ты взял? Я же видел! Ладно, проехали. Идем гулять в центр. Никуда я с тобой не пойду, пока не извинишься. За что извиняться? Значит, не за что, да? Все, пока. Когда дойдет, звони. Ну, Настя! Дома есть кто? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет, Настя. Успокоился? Да. Теперь я тебя слушаю. Прости, я тебя немного приревновал. Слушай, сразу бы так сказал. Я же мысли читать не умею. Пойдем сегодня на концерт. Какой? Я не знаю, вечером какой-то концерт будет. Так, погоди. Тамара, успокой своего ребенка, что он тебя там плачет. Он в шесть? Да. Встретимся там или зайдешь? Конечно, зайду. Погоди, я так не могу, мне тут ребенок орет. Я тебе перезвоню. Тамара, говорю! Тамара, успокой своего. Тамара! Тамара! Тамара, ты где? Тамара! Тамара! Николай, поверьте, лучшего места для празднования свадьбы вашей дочери вы просто не найдете. Светочка, вы великолепны. Спасибо. Позвольте я к вам так, по-простому. Ой, извините. Дочка звонит. Конечно, конечно. Да, Настя. Алло, мам. Егорка тут плачет, а Тамары нет, совсем нет. Судя по всему, давно. В смысле? Ну, в прямом. Егорка тут лежит один. А ты отцу звонила? Уже звонила, он не отвечает. Господи, он, наверное, голодный. Покорми его, ладно? Угу. Сейчас. Что-то случилось? Если честно, да. Николай, не обижайтесь, мне нужно уехать ненадолго. Я сейчас позову мою помощницу, и вы с ней все обсудите. Полина, позови Наташу. Ну что, есть новость? Папа не берет трубку. Я не знаю, сколько Егорка там пролежал. Ты его покормила? Да, я покормила. Он сразу заснул. Молодец. Ты все правильно сделала. Как Тамара могла бросить ребенка? Мам, разве можно так? Главное, что ты пришла, и все в порядке. А если с Тамарой что-то произошло? Вдруг она вышла в магазин, и ее сбила машина. Ты мне скажи, когда ты уходила, она дома оставалась? Ну да. Настя, ты случайно отсюда ничего не брала? Нет. Деньги пропали. Папа не ты. Попали. Попали. Света! Тамара не объявлялась? Нет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, убедился? И все, что я на отпуск откладывала, ты уже стащила. Ты посмотри вещи ее в шкафу. Она даже шубу забрала. Пап, пап, ну ты не расстраивайся, она найдется. Все хорошо, Настюша. Вы пока посидите, а я попробую ей позвонить. Мам, она его бросила? Не его, а их. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Она не ответит. Надо попробовать в больнице прозвонить, вдруг ей на улице стало плохо. Или того хуже, на палку-то, но не могла она просто так ребенка оставить. А деньги? А вещи? Их она зачем забрала? Да не знаю я. Но определенно что-то случилось, Свет. Да ничего с ней не случилось, Влад. У нее кто-то есть. Настя слышала, как она с ним по телефону разговаривала. Вот к нему-то она и сбежала. Только, Настю, сюда не надо впутывать. Не смей так говорить про Тамару, ясно тебе? А ты не смей ее защищать, ясно? Надо что-то делать. А давай в полицию позвоним? Скажем, что она у нас деньги сперла, ребенка бросила. Мало ей не покажется. Свет, прекращай. Ладно. Сами попробуем найти. Ты что-нибудь про нее знаешь? Родня, у нее есть подруги. Ничего. Прекрасные отношения. Муж про жену ничего не знает. Подожди, тетка в ключевой балке у нее есть. Балка это где? Деревня 150 километров отсюда. Фамилию тетки знаешь? Дорожкова. Найдем. Во всяком случае, попробуем. Музыка. 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 Свет, бутеров наделал, кофе сварил. Молодец. Кресло. Кресло детское. Как малыша повезем. У Насти такое же кресло было, помнишь? Удобное. И переноску купила, она точно понадобится. Молодец. А это что за штука? Подогревалка для бутылочек. Слушай, я бы не сообразил. Сама только на выходе вспомнила. Влад, а может, ты за руль сядешь? Слушай, ну неудобно твоей машиной. Ты прекрати. Ну просто я с ребенком, ты за рулем. Мне кажется, это правильнее. Хорошо. Угу. А ты уже решил, что скажешь Тамаре, когда мы ее найдем? Не знаю. Простишь? Она мать. Влад, это такой дурацкий вопрос. Но мне интересно. А ты никогда не хотел, чтобы я тебе второго ребенка родила? Не думал об этом. Почему? Из-за меня? Да нет. При чем тут ты? Просто мы жили. Хорошо. У нас все было. Да. Жили хорошо. Поедем? Тетяна, вы не знаете, где Тамара? Так твоя жена. Не знаю, а что случилось? Она сбежала, бросила меня и Егора. Как так сбежала? Не могла она сбежать, бросить ребенка. Помогите нам найти Тамару. Иначе ее будет искать полиция. Она вчера украла у нас деньги, собрала вещи и сбежала. Идемте. Генка! Генка, открывай! Открывай! Изнутри заперто. Дома, значит. Открывай, паршивец. Тамара, а у тебя... Нет ее! Не знаю ничего. Врешь! Быстро открывай! За ней муж приехал. Тетя Нин, не ори! Подожди, дайте я. Свет. Меня зовут Светлана. Ваша Тамара украла у нас деньги, в том числе мои отпускные. И если вы сейчас же не откроете дверь, я поеду в полицию и подам заявление. Понятно? Деньги? Какие деньги? Вы что сюда приперлись? Вас никто не звал. Да ты... А у нас, Инна, не хочешь посмотреть? Зачем ты приехал? Я тебя не люблю. И не любила никогда. Ну, что ты заладил? Люблю, не люблю. Тамара. Ну, не дури, возвращайся домой. Еще и эту свою привел. Я к тебе никогда не вернусь. Отстань от меня! Генка! Генка, открой! Тамара, ты что? Ребенка-то забери! Тетя Нин, не лезь не в свое дело. Пусть эти городские катятся, откуда приехали. Не надо нам ребенком! Сами сделаем! Ну что? Домой поедем. А на развод я завтра подам. Ладно, не переживай ты так. Она молодая, глупая. Она все потом поймет. Ну, хочешь, квартиру продадим, а деньги поделим. Она вернется. Не вернется. Не получилось у меня как-то. Была любовь до спула, а все. А за Егорку ты не переживай. Мы с Настей его не бросим. В конце концов, он ее брат. Свет, спасибо тебе за все. Ты правда очень хороший. Я всегда это знал, просто... ценить начал только сейчас. Из квартиры ты не переживай. Как и обещал, скоро съеду. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Света, пули дуй на работу. Наташа, я скоро приеду. Настя, в кино. У Влада срочный вызов. Куда я ребенка дену? Я не знаю. Давай быстрее, а? О, Влад приехал. Я выезжаю. Светка, прости меня. Подвел? Ничего, разрулю. Слушай, этого больше не повторить. Я няню решил нанять. Ну, какая няня? Чужого человека в дом пускать и маленького ребенка доверять непонятно кому. Нет. Так, все. Егорку накормила полчаса назад. Спать уложила. Ушла. Давай, удачи. Елена Антоновна, без вас никак. Тем более, он у нас мальчик тихий. Он только ест да спит. Да ты, я знаю, Егорушка. Подарок, а не ребенок. Значит, договорились? Светочка, прости ты меня ради бога. Ну, я не могу, силы у меня уже не те. Не обижайся. Пожалуйста. Ладно, что-нибудь придумаю. Филипп Ильич, добрый день. Очень рада вас видеть. Что-то вас давно не было. Вы с проверкой? Не беспокойтесь, никакой проверки не будет. Я приехал, чтобы сделать вам предложение. Не хотите стать моим замом и управляющей всей сетью ресторанов? Как-то неожиданно. Вот это да. Да, в смысле да? Вижу, вам нужно время, чтобы все обдумать. Давайте так, завтра в два часа в моем офисе. Договорились? Ну, конечно, договорились. Договорились. Влад. Влад. ВСХЛИПЫВАЕТ Привет. Слушай, я чего-то вырубился. Егорку укладывал. Я завтра маму попрошу, пускай она с ним посидит. Я уже поговорила. Она отказалась. Ну, я бы сам мог поговорить. Слушай, я всё по поводу няни дома. Может, наимен всё-таки? Нет. Няня, это не выход. Ну, а какой тогда выход? Придумаем что-нибудь. Влад, мне повышение предложили. Управлять всей сетью наших ресторанов. Представляешь? Поздравляю. Молодец. ВСХЛИПЫВАЕТ Я тебя поздравляю. ВСХЛИПЫВАЕТ А я уже квернулся. Ну, зарплата, конечно, маленькая, но зато график. Ти-ти-ти-ти. Ладно, спите, не буду вам мешать. Давай, спокойной ночи. ВСХЛИПЫВАЕТ 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 ТИ-ти-ти. ТИ-ти-ти. ТИ-ти. 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 Всё, Света, я помчал. Подожди, а завтрак? Да я проспал, не успею. Сейчас заберу. Свет, ну говоришь, не успею. Да это быстро. Ладно. Так, я сегодня после двенадцати в Сигурске сижу. На работе договорился отпустит. А мне в главный офис нужно успеть до двух. Не опаздывай, пожалуйста, ладно? Свет, ну сегодня точно не опоздаю. Я тебя очень прошу. Это перед начальством неудобно. Хорошо. Спасибо. Алло, мам. Что случилось? Настя, ты где? Можешь приехать? А то твой папа, как всегда, меня подвёл, а меня ждут. Что? Только через два часа? Тогда не надо, ладно? Здравствуйте. С вами с места событий Марина Кушнир. Сегодня на Барковой улице случился прорыв труб горячего водоснабжения. И по последним данным, кипятком затопило весь подвал. И есть угроза пожара. Как нам рассказали спасатели, были данные, что в подвале в тот момент могли находиться люди без определённого места жительства. Первым для ликвидации этой аварии прибыл сотрудник местного ЖЭКа Владислав Чистов. К сожалению, без жертв не обошлось. По нашим данным, получив множественные ожоги, Владислав погиб. На месте происшествия продолжают работу скорая и пожарные. Мы будем следить за развитием ситуации. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тише, тише. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Так. Что с руками? Ну, обжегся немножко. А голова? И царапины. Господи, милый. Я ехала, я думала, что я тебя больше никогда не увижу. Я тебя очень прошу. Ты больше не исчезай, ладно? Ладно. Куда я от тебя денусь? Кроме тебя и детей, мне никто не нужен. Я так тебя люблю. Я тебе тоже, Свет. Ты меня прости, ладно? Из-за меня опоздала. Куда надо, я уже успела. Вар, поздравляю, звонили из мэрии. Ну, в общем, жди награду. Ну, было бы неплохо. Вот видишь, молодец. Наш папа-герой. Сегодня из больницы выписали последних пострадавших во время аварии. А через несколько часов в мэрии состоялось награждение героев, проявивших себя в тот день. Нам когда уже наши герои-то придут? Здесь охота. А теперь новости культуры. Нам зав главы департамента по развитию молодежи Илья Шиппиис. Это вы? Ой, а мы вас только что по телевизору видели. Это в записи. Добрый день. Здравствуйте. Мы приехали поздравить героев в домашней обстановке. А Владислав Чистов дома? А нет. А где же он? А вот... Снимай. Итак, мы находимся в квартире Владислава Чистова, героя, который вернулся только что из мэрии после вручения премии. Владислав, как ваши ощущения? Все было празднично. А можно поподробнее? А может быть, мы за стол сядем? Я обо всем вам расскажу. Влад, признайтесь, вам было страшно, когда вы спускались в подвал? Ну, конечно, страшно. Конечно. Я же нормальный человек. Но, с другой стороны, я понимал, что там люди, идет кипяток. Добрался смелости и пошел. А давайте сделаем большую семейную фотографию. Как? Покучней. Покучней. Вставай, вставай, вставай. Снимай. Ну что, приготовились к фотографии? Итак, раз, два, три. Улыбаемся. Оп. Здорово. Мама, Даня плачет. Помоги, пожалуйста. Мам, я сейчас вернусь. Алло. Да. Светлан, а расскажите немного о себе. Ну, а что говорить? Я скромный работник общепита. Сейчас в отпуске. По уходу за ребенком. И я хочу сказать, что я очень горжусь своим мужем. У вас такие замечательные дети. А может быть, вы хотите еще? Есть такие планы. Свет, тебе не кажется, что мы должны были это обсудить, нет? Простите. Ну, а что тут обсуждать? Я уже все решила. Влад. Извините. Конечно. Влад. Ты что, против? Я только за. По-русски. Я идиот. Я идиот. Они, как и вы. Я идиот. Меня, видимо. Я идиот. Идиот. Я идиот. Идиот. Я идиот. Идиот. Я идиот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...